Поехали! Всем здравия! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 21 июня 2016 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7524 лета понедельника. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Славяне и русские» главной соведущей Дегтярев Владимир Николаевич. Здравия тебе, Владимир Николаевич! Здравия вам и здравия всем! В такую жару всем здравия! Тогда, если тебе это слишком жарко, как пилось песенки, поезжаю в Австралию без лишних слов и так далее. Там сейчас как раз разгар зимы будет. Там, наверное, попрохладнее. Хотя, черт их знает, этих астралийцев. У них постоянно то пожары, то еще что-нибудь. В таком месте находится, где у них вроде бы жарко и летом, и жарко зимой. Ну ладно, хорошо. К астралийцам, наверное, мы не будем сегодня дотрагиваться. Мы будем касаться славян и русских. И я передаю тебе микрофон для того, чтобы ты мог сразу, как сказать, с ходу в карьер, до быка за рога, так сказать, ну и развивать тему. Ну, Алексей, просьба, как в прошлый раз, это самое, подбрасывай мне в топку, если видишь, так сказать, немножко топлива, если видишь, то я удаляю, что влево, то вправо. Это вот у меня, так сказать, такая вот просьба. Так, хорошо. Ты помнишь, был такой стишок про Кобзона, как не становить бегущего бизона, не становить поющего Кобзона. Вот Дегтярева Владимир Николаевича, она тоже бывает трудновато остановить. Но ничего, у меня есть необычные папки, палки для топки, а тротиловые шашки, в случае чего будут тротил подбрасывать. Хорошо, ты начинаешь. Для вятичей как раз то, что надо. Ну, отлично. Нам, татарам, что водка, что пулемет, лишь бы с ног косило, да? Хорошо, давай, приступай, а я тебя там буду тогда уже корректировать. Значит, вот эта тема «Славяне и русы», она где-то уже три года, наверное, висит в принципе первой по степени того востребованности, скажем так. Я-то изучаю ее давно, достаточно давно, и, в общем, материал у меня, например, набралось на книгу в тысячу страниц. Но я, конечно, такую книгу никогда не напишу. И поэтому я буду сегодня говорить, ну, раз радио, поэтому надо оперировать временем, так вот минут 50, не более того, постараюсь. И очень кратко, как бы в жанре очерка. Потому что если каждую фразу или каждый факт начинать доказывать, то мы упрем до Австралии. И оттуда, наверное, через Антарктиду назад, что называется. Для того, чтобы нам понять тему, которую мы сейчас будем раскрывать, я предлагаю слушателям сделать рэперам, вот начальным рэперам, это Уральские горы. Вот они все сейчас должны представить карту, где Уральские горы, ну, вот современная карта, они проходят с севера, с юга на север, утыкаются в Северный Ледовитый океан, слева Европа, справа Азия. 12,5 тысяч лет назад, до Великого потопа, значит, Северный полюс был там, где сейчас Гудзонов залив. И Уральские горы, вот даже на картах 16 века, они там немножко не понимали, наверное, в картографии, значит, Северный полюс, то есть Северный Ледовитый океан, он находился там, где сейчас Чукотка. Уральские горы тоже протянулись с юга запада на северо-восток. Они как бы, значит, и вот где-то на древних картах вместо Алтайских гор нарисованы, так сказать, рифы такие, рипейские горы, ну, Уральские горы, назывались рипейские горы, и они вот почти горизонтально по этой знакомой нам карте, так сказать, и лежали. А вот поэтому, для того, чтобы нам не спутаться, давайте будем оперировать вот этой картой, которую мы все прекрасно со школы знаем. Вот сверху Северный Ледовитый океан, Северный полюс, слева Европа, справа Азия, посередки Уральские горы. Слева, где Европа, жил суперэтнос славян, справа, где Азия, жил суперэтнос, который назывался, ну, русский, рус. Точнее всего, значит, для того, что уже с самого начала правильно говорить, так вот, слева в Европе жил суперэтнос Соловенедин, такое длинноватое название, которое, если перевести, это соль и жир из вены Бога. Потому что любой, если мы будем брать любой народ, то есть этнос или суперэтнос, но не будем брать племена, потому что племена это довольно мелко для того, чтобы узнать, хотя и узнают, откуда ты произошел, но они обязательно привязываются к какому-то суперэтносу. Так вот, значит, суперэтнос, Соловенедин, потом они сократились до Венедин, потом до Венеды, потом дошло до того, что они стали, когда Венецию создали, стали они венецианцами. Ну, там буква, это латинская буква С, Венеция, она до Венекия. Земля, Ки это земля, поэтому Венеки это земля Венедов. Там-то долго, я говорю, я бы не хотел на этом заостряться, а название тех, кто Суры, Суур, это, ну, я, кстати, добавлю, что такое, вот у меня сказали, что такое соль и жир? Вот я смотрю, что там начинают уже писать. Соль и жир, это достаточно грубое, точнее, даже, я бы сказал, образное описание в письменном виде всегда. Я-то изучаю то, что находится в письменном виде, не в устном, в письменные источники. Вот поэтому соль и жир это описание того, из чего состоит препарат, ну, или, так сказать, некоторая сущность, которая в определенные моменты попадает от мужчины в женщину. Там обязательно жир, а под солью имеется в виду кальций. Все, на этом пока закончим, значит, обращаемся к русским. Они, кстати, жили вот по ту сторону Уральских гор, где сейчас Сибирь, так они там захватывали, там же этот пролив Берингов, который пролив сейчас называется, там пролива не было, там можно было спокойно ходить. Они захватывали, жили в Америке, потому что о сурах нам придется подольше говорить, чем о славянах. вот здесь при описании того, о чем мы говорим. Понятие Суур – это живая жидкость сосновой крови. Примерно так, такой перевод. текущая жидкость живая вода. Понятие Ур – это основа крови. Основа крови что такое? Ну, давайте попробуйте себе, так сказать, раночку сделать, или кто-то там случайно ранку сделает, полежите, кровь, она у вас соленая. Она состоит, в общем, в те же фракции практически, морская вода. Это вообще, вот понятие Суур – это весьма укороченное описание, очень укороченное описание. Если Соловен-адин укорачивали, то понятие Сур, оно вообще к нам так и дошло укороченное. Самое длинное, что я нашел, это только у шумеров, сурнатору, надсмотрщики. Египтяне называли русских, то есть Сур, их называли страной надсмотрщиков, шумеры. Вот, вот, вот такое вот явление. Там, я хотел сказать, что факты вот эти я с потолка не беру, понятное дело. Что исследовались и исследователи, исследовались они довольно долго. Вот, и, в общем, должен сказать, что я не утверждаю, что мне они достались, кстати, дорогой ценой. В основном все материалы я брал из эпосов, вот, алтайский эпос, якутский эпос, и сказки, «Сибирские сказки». Вот, сказки, сборник сибирских сказок, где я очень много вытащил из первых трех сказок. Он был издан в Новосибирске в 79-м году под редакцией моего друга Анатолия Шалина, он, он, он председатель правления Новосибирской писательской организации. Вот, он, он как раз редактировал эту серию сказки. Купил за рубль две копейки, книга толстая, там, страниц триста. Первая сказка, там, начало сказки, значит, такое. Бог Нумитором сидел в своем летающем золотом доме, ел мед и пил сувор. Ну, в принципе, на основе вот этой фразы можно сразу делать докторскую диссертацию. Тут упоминается все. Здесь, если бы компьютерщики, кто занимается, скажем, битами информации, вот в этой фразе столько информации вшито, как там в сказке про мышку, так сказать, это самое, которая била, била, золотое яйцо, там, дед бил, бил, мышка бежала, хвостиком махнула. Сказка про курочку рябу. Вот русские, значит, славяне, они, ну, я сейчас о русских, о славянах попозже. Русские делились на касты. Это деление, в принципе, у нас так и осталось, хотя, в общем, его как-то так в социальном плане сто лет назад, после того, как начало, прошла революция, потом вот эти все всякие разного рода катаклизмы социальные, скажем, экономические. Но русские делились на касты всегда. Славяне делились на племена и на кланы, то у русских было кастовое деление, оно сохранилось, в общем, до сих пор, а особенно отчетливо и верно оно сохранилось в Индии. Об Индии мы будем говорить немножко далее. Вот я вывел из своих исследований то, что после потопа, то есть, точнее, прошу прощения, перед Великим потопом у нас было четыре основных касты ЦУР русских. После потопа осталось почему-то только три. Это вообще достаточно интересная загадка, но она простая загадка. И она, в общем, решалась, то есть я сразу, конечно, вывод сделал, что исчезла каста купцов. Вот, и я решил ее только, в общем, ну, в смысле доказательством послужило только изучение арабского культурного наследия, скажем так. Работали только, тогда очень много вытащили из вот, из контактов с русскими, арабы себе много вытащили, что называется, денег. Ну, добра. Не в том смысле добра, а с сундуками. Вот осталась каста воинов у русских, осталась каста инженеров и жрецов. Чтобы, в общем, долго подробно не описывать, я просто коротко скажу. В общем, русские, сама каста Суур, это воины. Кстати, в монгольском языке, вот я удивился, осталось такое древнее, потому что военные, скажем, слова военные понятия, ну, или там понятия, которые касаются еды, да, там, рождения, смерти, они самые древние, они не меняются обычно. Вот военные, там осталось командное такое выражение Сууржок, то есть, оно переводится остановить боевое развертывание. Казалось бы, ни о чем это не говорит, но во всяком случае, это тут приводится Суу. Это значит, что, в смысле, это подтверждает, что каста. Но потом дальше немножко еще поговорим на эту тему. Каста ученых и инженеров, которая включалась вот в эту огромную империю, суперэтнос, она называлась Ни-По-Он. Это другое название Ни-Хо-Он. Это известное нам как искаженное понятие японцы. Ну, вот по этим двум названиям я честно и откровенно говорю, что переводится вот это Ни-По-Он. Оно переводится, когда я перевел, в общем, тоже была действительно такая загадка, но она говорит о том, что это каста, ну, точнее, ну, да, каста ученых и инженеров. Она была воссоздана после Великого потопа из материалов поднятых из хранилищ генофонда. Потому что инженеры, так сказать, и ученые вот на длительном пути, ведь почему? Когда пришел потоп, они все рванули на юг, русские рванули. Про славян я буду говорить, славяне практически не двигались, они остались так. А русским надо было уходить. Там очень серьезные вещи, там начинало все, было все затоплено, западная Сибирь, восточная Сибирь, понимаете, было мгновенный холод, они фактически уходили по льдам и снегам. Ну, это будешь бежать, бросишь все. И уходили самые молодые, самые здоровые, все остальное оставляли. И вот последнее, естественно, что воины есть, инженеры есть, и нужны жрецы. Жрецы это каста дойч, это известные нам немцы, дойч, понятие, дойче, это того люди из дома, из Божьего дома, если так переводить, дойче, человеки из Божьего дома, примерно так. Значит, опять же, этот факт я нашел, но надо из двух источников искать доказательства. По письменным вавилонским источникам, значит, вот, они были известны как Баалсамен, сетель на поле Баала, так вот переводится, но понятие саман до сих пор нам известно как шаман, ну, уже на, так сказать, на сибирсе, на языке сибирских автохтонных народов, они говорят шаман, но, например, если взять бурятский словарь, русско-бурятский, бурятско-русский, а у них там словарь, скажем, вот слово, например, шаман, оно написано сначала на английском, потом на русском, а потом уже перевод шаман, так вот, на английском он саман, но я уже говорю, что исчезла каста торговцев, купцов, поскольку после потопа она была не нужна, и вот они начали движение на юг, и продвинулись, первая остановка была, это, это то, что можно подтвердить, и это то, что, вот, скажем, есть Николай Новгородов, он в Томске сейчас, и такой тоже неортодоксальный исследователь истории, он выпустил две книги, вот, мы с ним часто, так сказать, консультируемся по поводу этого, да, он подтвердил, что вот на линии Байкал-Челябинск, там как раз начиналась, кончалась тайга, начиналась полоса лесостепи, ну, примерно 100-150 километров лесостепи, она так и осталась, но она чуть сдвинулась, в такой полосе лесостепи очень хорошо жить, то есть, там можно было и лес, топливо у тебя есть, есть из чего дома строить, в общем, все, и есть куда, скот, где спасти скот, и хорошая трава, и, в общем, и животные водятся, можно зайцев бить, и так далее, и так далее, то есть, лесостепь, это самое, самое лучшее для человека среда обитания, вот там остановились, те, кто захотел, те остановились, естественно, я не говорю, что они шли в безвоздушном пространстве, они встречали, так сказать, автохтонных жителей, разные там племена, после потопа же люди оставались, все-таки, вот, и это первая остановка была, ну, скажем так, там остались русские, ну, они, может быть, кто-то устал, туда-сюда, и все, они начали жить, вот, так сказать, там, брали в жены, там ушли одни воины, брали в жены местных женщин, и стали они тем, кто, кто сейчас называется, татары сибирские, или татары казанские, это, как говорил Пушкин, по скребе русского, найдешь татарина, это, ну, так сказать, наполовину русский, наполовину татарин, а поскольку, поскольку генофонд был мощный, что называется, и у тех, и у других, вот, эта линия, они, так сказать, развивались, скота было много, не говорю, что все, вы же понимаете, что идет разговор о тысячах лет, понимаете, и вот об этих тысячах лет, когда они там сидели, если потопов, я считаю, что это 8 тысяч лет назад, потому что 4 года, 4 тысячи лет после потопа, кто выжил, и как они выживали, я даже говорить не хочу, это было жутко, и вот 8 тысяч лет назад, они начали движение, и вот первые остановились, вот, кстати, значит, но там ведь, часть вот суперэтноса, остановилась, мы, я потом, дальше их судьбу скажу, а, значит, нас по пути, вот, на сакральной территории ТИЭКЗИ, я, по-моему, когда-то упоминал, это сейчас известен, как город Тикси, вот там воссоздали касту инженеров и врачей, НИПП, ну, там, надо полагать, понимать, что там шли не миллионы людей, там шли-то всего, может быть, ну, три-пять тысячи, понимаете, стариков, женщин, я повторюсь, и детей в таких катаклизмах, их на движение не берут, их оставляют, вот как мы во второй нашей Византийской империи, в городе, в царь и в городе, Царграде, который сейчас Станбул, когда русские начали надвигаться, я уже потом расскажу, начали брать Европу, это в 10 веке, пошли на Европу, они женщины, детей все оставили, пошли только боевые отряды, и там шли не миллионы, ну, вот, скажем, по Сибири, например, на юг туда двигались, может быть, 10 тысяч, вы представляете, что надо с собой что-то нести, оружие, какую-то пищу, это очень серьезные вопросы, это такие, скажем, бытовые, тонкие, мелкие, кажется, вопросы, а без них никуда, ничего ты не придешь, все дальше начнется фантастика, и они шли, скажем, ни за день, ни за два, по дороге рожались, и умирали, и все, и я должен что сказать, когда я вот сейчас сказал про это, то, что здесь как раз родились те, которых называют татары, казанские, так вот, я сразу должен перевести вот это понятие, татар, в нем ничего неплохого, нехорошего, так сказать, это обычное, оно везде, это письменное определение, которое обозначает записанный в отщепенцы, понятие тар, отщепенцы, но отщепенцы не то, как у нас так образно говорят, ох ты, нет, это просто отделившиеся, понимаете, вот сейчас пока везде выкладывают карты, говорят, о, великая тартария, великая тартария, 16 карты, 16-го, там, 17-го века, о чем это говорит, отделившиеся от отделившихся, от каких мы отделились отделившихся, ну, в смысле, кто мы такие, вообще, это самое, а мы, оказывается, вот отделились еще, мы отделились вообще, скажем, там, когда русские, так сказать, завоевали Испанию, Францию, там, Англию захватывали, потом отдали, потом, долгий рассказ, я не буду даже этого касаться, то есть, племена, не племена, суперэтнос начал дробиться, когда начинается захват золота, серебра, женщины, и так далее, хочешь, не хочешь, так сказать, это уже, это резня, а когда резня начинается, там друзей нет, ничего личного, это резня, поэтому отделившиеся от отделившихся, там еще плюс включилась вера, и тут, а вера, так сказать, католики начали сразу, говорить, о, они там, видите, как они там веру поменяли, там все, они не хотят с нами, Деве Марии, и кланяться, значит, они вообще второй раз отделились, вот отсюда пошла Тартарь, Тартария, я это не говорю, ведь с оттенком там, какого-то произведения, ничего, я говорю это с полным пониманием, вот, после того, как часть осталась в лесостепи, пошли ниже, ниже пошли, и, я, кстати, скажу, что там оставляли, оставляли обычно еще и шаманов, шаманов оставляли уже, оставляли, скажем, ученых, инженеров, так сказать, врачей, и вот шаманов оставляли, когда, если кто-то военный предводитель говорил, все, я здесь останавливаюсь, мой род, там мои люди останавливаются, все здесь, там уже выбирали, кто шаманы, все это, вот, поэтому, здесь, кто, так сказать, у кого-то вопросы начинают в голове, там, крутиться, вертеться, я вам могу сказать, что вы должны вспомнить книгу Арсеньева, там у него две книги, это наш капитан разведки генерального штаба Российской империи, который по Уйгу, как он назывался, у, ой, какой край там, Охотское море, Дальний Восток, вот у него, он нашел этого старика, Дерсу уз Аллах, Дерсу уз Аллах, ну, Дерсу уз Аллах, вы слышите немецкий язык? Немецкий язык везде, если начнем мы это самое, в персидском языке очень много старинных понятий, которые связаны вот с этим, Дер, это очень древний артикль, обозначающий силу земли, Де-Яр, сила земли, и вот, скажем, у нас же есть город Дербент, в России, на Каспийском море, он назывался Кривуль, поэтому, так вот, немцы оставались, оставались, они потом уже, если, так сказать, опередить все это, потом, когда, вот эти, то, что называется, татары сибирские, рванулись, это, типа, татаро-монгольская ига, я хотел об этом сказать в конце, вот, они рванулись туда, очень много, они рванулись туда, в сторону Германии, в общем, там были земли, которые фактически получалось так, что они никому, ну, никому, там была, маленькая деревня, все это княжество, поэтому, слишком, славянское, так сказать, вообще, славяне жили так, очень просто, и не защищались, они, получилось так, русские внезапно, и рейд сделали, но я говорю, что, это об этом будем потом, я просто скажу, что вот, суры и Непон, они пошли дальше, и уперлись в страну Чин, ну, это в Китае, так сказать, считайте, это тысяча лет тому назад, где жили 150 племен от пожирателей, жучков и паучков, то есть, это вообще были не, никакого сопротивления от них ждать было не надо, и там, скажем, 200 человек военных, вооруженных копьями, мечами, стрелами, могли остановить, и так и было, этот знаменитый, наш Бичурин, Якин в Бичурин, который представлял, нашу церковь христианскую в Пекине, а он в основном не церковь представлял, он исследовал, шесть томов исследований про Китай написал, он очень интересно написал, что вот в такой-то летописи было написано, что город Байдзин, Пекин, охраняли 10 тысяч су, воинов су, то есть японцев, японцы захватили, они там остались на китайцев, сели на китайцев, и вот эта вся письменность, все вот эти, стоящие, так сказать, сетопонимы, все, и стоящие там львы, и драконы, это все японское. Их последних вообще, в 10 веке, кстати, часть, часть японцев, они рванули, там у них видно между собой гражданская война, и они рванули, они хотели уйти в Америку, но то ли кто-то им карту не эту подсунул, то ли что, как они вместо алиутских остров, Америка, это их страна, вот канадские, Алгонкин, индейцы, это точно японцы, у них даже язык тот же самый, и вот они рванули, и осели на своих вот современных островах, где сейчас, у нас просят, отдайте нам хоть два острова, хоть дайте два острова, я понимаю, это умнейшие люди, но они долго сидели на Китае, и вот такие они сейчас черноголовые, низенькие, а ведь были они 2 по 2 метра, голубоглазые, беловолосые, и если кто-то хочет сказать, что я вру, поезжайте туда, на южную сторону пустыни Такламакан, где город Черчин, там нашли мумии, таримские мумии, так называются, или можете вон, зайти в интернет, и там в интернете, вы прекрасно увидите изображение, картинки, пробейте таримские мумии, вы увидите, как выглядели японцы тысячу лет назад, и вот они владели Китаем, последних дорезал Мао Цзэду, ну, он был коммунист, что там не ясно, когда он организовал, он понял, что к чему, организовал быстро культурную революцию, собрал врачей, учителей, профессоров, и всех быстро в деревни, где они загнулись за 1-2 года, максимум все, ну, не привыкли же они к такому поводу, и все, и вот теперь действительно, что остался только один суперэтнос Хань, ну, это основное китайское народное, вот, управлять Китаем, правда, они все воруют, они могут только копировать, но не фантазировать, не соображать, но это уже их дело, я тут нашел очень интересную статью, про то, что китайцев не полтора миллиона, они врут, полтора миллиарда, прошу прощения, они врут, их примерно сейчас, где-то может быть 500 миллионов, но никак не более того, они подгоняются под Индию, Индия никогда не улет о своем населении, а вот они, наверное, подобрали, и подобрали капитально, и, ну, и, наконец, я так думаю, что перед музыкальной паузой, мне надо сказать, что остались воины, только, кажется, воинов, Сур, и они пошли в Индию, зашли в Индию, а там тоже полный бедлам, княжество на княжестве, поэтому забрать Индию под себя было очень даже просто, и до сих пор в Индии, каста, кшатрии это воины, ну, правда, первые брахманы там, и если на них посмотреть, они все белые, так сказать, загорелые, а простое население Индии, как писал Афанасий Никитин, они все черные, это так и есть, ну, про Индию это отдельный разговор, что такое было, Индии, входящие к дочерям, вот где-то в какой-то книге, типа Библии, есть такое, что увидели боги, дочерей, что дочери человеческие хороши, и стали выходить к ним на ложи, это было в Индии, это не было на побережье Мертвого моря, которое сейчас высыхает, в Индии, и на, так сказать, на нулевом веке, это когда царствовал царь Ишока, там было такое, очень интенсивное, очень мощное княжество, и очень мощный князь, которого звали Маур, не Мавр, а Маур, это вот его клан, вышел, рванул, дошел до Вавилона, организовал, на месте будущего Вавилона, вы понимаете, что там не было ничего, я просто говорю эти вещи, он по старой, до потопной дороге пошел, там не надо было искать путей, они выложены были, знаете, и сто тысяч лет, она идет от Индии, доходит до Египта, в Египте вдоль Нила, она поворачивает на юг Африки, и доходит до конца Африки, эту дорогу, в конце 19 века, сто наших казаков, потому что все государства, все бегают там Англия, Германия, Италия, захватывают себе в Африке колонии, ну послали наши 100 казаков, отряд, казаки поездили, увидели, кстати, в джунглях эту дорогу, она выложена, камни подогнаны, там, как будто сплавлены, ну, она уходит на юг, они посмотрели вообще, что там Африка, приехали, доложили, не говорят, Африка нам не нужна, все, в общем, вот таким образом, потом, я просто после Индии, я говорю, там остались, все время мы оставляли, и оставляли воинов, оставляли жрецов, оставляли инженеров, и шли дальше, ну, это русская душа такая, и вот дошли до Вавилона, уперлись, но там мы уперлись в арабов, это где-то примерно, четыре тысячи лет назад, вот такая была, там мы нашли на речке, но не в этой сейчас территории Ирака, там такой старый стоял, уже древний, ведь может быть заброшенный, а может быть и нет, Баалбекская веранда, то, что называется, Баал-повелитель, там была такая деревенька, она называлась Каддингира, англичане раскапывали, но это англичане, которые называются археологами, они все работают на интеллижент сервис, Ми-6, они никакие не археологи, им надо просто, когда найдешь какой-нибудь топор, человеком сделанный, надо бить по голове, правильно будет, потому что Ми-6, это нехорошая структура, вот, и значит, на месте Каддингира, это шахта, божьи ракеты Богора, вот там и поставили, так сказать, он назывался Бабул, божественный бык, первый город, первый город, центральный город, так сказать, первая наша Вавилонская империя, я просто произношу Вавилонскую, потому что она везде в учебниках, и слушателям она известна, это знакомо, хотя это все неправильно, Баб и Леон, вот, и там столкнулись с арабами, вот, и начали, так сказать, просто уходить в Вавилон, я думаю, что может быть, это самое, Алексей, надо немножечко, передохнуть? Да. Ну, что ж, я уже сигарету узлом завязал, да вообще курить вредно, бросай это дело, верю, верю, что, серьезно? Ну, ладно, раз веришь, значит, давай сейчас подумаем, что-то надо такое поставить-то, ну, давай поставим арт-студию «Русское небо», хорошие ребята, красиво поют, красивые аранжировки, и давайте насладимся музыкой. Вы слушаете Народное Славянское Радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 21 июня 2016 года вторник, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7524 лета понедельник. Мы говорим про тему славяне и русский, главный сведущий текстуре Владимир Николаевич. Я не перебиваю его сегодня, даю возможность высказаться, но, как так сказать, по договоренности, тротиловую шашку все-таки припрятал в кармашке удерживаю на всякий случай, так сказать. Пожалуйста, предлагаю продолжить разговор. А жажигалка есть? Ну, а как же? Тогда поехали. Значит, когда была Вавилонская империя, я сказал, самый главный факт, о котором я, в общем, совершенно недавно его проверял, очень плотно. они там столкнулись с арабами, не с арабами, а с арабами. Ар-ап. Это сияющее предрождение вселенной. То есть, это люди, арабы, не африки, вот те, с которыми нам пришлось столкнуться, которые потом стали хорошими кормчими, кораблями, торговцами, которые захватили, в принципе, Индию, после нас уже, создали империю великих моголов, захватили Корею, все это было. Это были люди, которые вот именно после земного вот этого рывка, смена полюсов, местоположения полюсов, они с Южной Америки, с юга Южной Америки, потому что там холодно, там Антарктида же сразу покрылась льдом, там холодина, вот они с той части Америки фактически где Бразилия, вот они оттуда рванули сюда, через Атлантический океан, они достаточно умудренными были корабельщиками, плавать можно было там, но я не знаю, в общем, каким способом, может их на самолетах боги доставили, как доставили они на самолетах этих жителей Сибири, Венков, там есть такая племя Ман-Ягир, люди из ракеты, но во всяком случае, но я должен сказать, что ни одна империя, даже вот наша империя, вот современная империя, она не живет ради того, что, скажем, царь там или император сказал, я хочу, чтобы у меня было вот здесь пошире границы, нет, империя это, так сказать, такой, скажем так, саморазвивающийся организм, больше биологический вид, как только начинается меняться природно-климатические условия, исчезает возможность выращивать лен, репу, редьку, там, я не знаю, яблоки, хлеб, ячмень, все надо передвигаться, потому что это самое главное, надо передвигаться севернее, наши пошли севернее, ну, там уже оттуда, с шестого века нашей эры начинали, так сказать, были мореходные, ну, не то, что мореходные, но в всяком случае, переплыть там, сколько там, 16 километров, пролив, как он называется, в Атлантический океан, из Средиземного моря, это не составляло труда, они начинали Испанию оккупировать, в общем, они создали то, что называется сейчас вообще во всех списках, византийскую, вторую нашу, византийскую империю с центром в Царьград, Станбул, на наших картах написано, написано Стамбул, ну, это, картографов надо выводить по субботам на площадь после бани и пороть для порядка, это Станбул, Станбк, а Стамбул, я не знаю, что это такое Стамбул, я могу перевести, конечно, там, но это несколько неприличное выражение, так вот, византийская империя, она была не византийская, а бизантийская, тот, кто знает, например, парусное судоходство, он знает, что вообще-то на паруснике, вот скажем, три мачты, главная у них там мачта, это, посередке стоит, грот, мачта, нет, на паруснике главная мачта стоит сзади, бизан, бизан, бизан мачта, она, там управляемый парус, который бегает по шкоту, управляет все, ходом всего корабля, потому что она помогает ветром рулю, рулем нельзя, одним рулем, рулевым, этим рулевой лопатой нельзя удержать корабль по курсу, вот это бизан мачта, то есть, управляющая, понимаете, смысл, управляющая, а буква В, византии, это вагина, женский смысл не может возглавлять название государства, это древнее правило древнего языка, я тут много, в общем, мог бы порассказать, Византийская империя, она простиралась до Англии, все говорят, римляне захватили, но дело в том, Византийская империя, у нее было еще другое название, Рим, семя в веры вложено, и вот, ведь у нас сейчас тоже на картах берешь Италия, а столица Италии как называется, Рим, хотя возьмешь западную карту, там написано, Рома, рабами рожденный, город рожденный, рабами туда, пригнали рабов, строй, там жили византийские эти самые, уже ветераны всех различных войн, у них там была земля, все, они жили и вот здесь, в Византии, это говорят греческие поселения, Херсонес там и все, это все Византийская империя, земли Греции, вот это вот, то, что называется, Римская империя, это Фей, это все было под Византийской империей, вот она сейчас потихоньку переплыла на третье место, там стала Московская, Москва там, третья наша Российская империя, и вот что интересно, когда пришли арабы со своим языком, у нас же говорили, Сур, Сур, вот у Шумеров есть город, он, который стоит как раз на впадении реки Тегир, Тегир, это жизнь данная ракета, эту реку сотворила ракета, она прошла там, за, может быть, за 15 минут, прошила канал, и река Тегир впадала в Ефрат, а сейчас сделали, ракета прошла, сделала отдельную реку, две реки между ними, все, мгновенно произвели орация, там все высохло, и можно было сажать яблони, и в цвету все будет, в раю, что называется, так вот этот город, Сур-Упак, он находился как раз на впадении Тегира, реки Тегир в Красное море, вот там, Утна-Пиштим, если кто хочет, может посмотреть в интернете поэму о Гильгамише, там все четко сказано, никакой там Ной не был, никогда, вот, там царь города, Утна-Пиштим, он как раз рассказывал Гильгамишу в Нижнем мире, ну, не в аду, а в Нижнем мире, там душа его, так сказать, была, находилась, он рассказывал, как все было до потопа, как к нему пришел бог Энки, вот эта анфибия, наш бог, бык, который сейчас управляет землей, сказал, что будет потоп, строй корабль, на Арарате же лежит два корабля, а вот, который возле деревни Ницир, там, где брошены якоря, огромные такие камни с дырками, вот, это тот корабль, который потом евреи увидели, описали и вогнали в Библию, а еще один лежит, шумерский контейнеровоз, он лежит выше, на высоте три с половиной тысячи метров, туда не пускают турки, никого, ну, сегодня не пускают, завтра пустят, эти штурки, вот, в общем, все, не буду, я уже начинаю торопиться, я сказал, что империя, она развивается сама, когда она дошла до того, что в Византийской империи начали управлять, то есть система правления стала папеоцезаризм, там не было никакого христианства, христианство это 11 век, создание христианства, создание специальной веры, потому что, когда рухнула вера в древние богов, они, просто наш бог замолчал, он ушел, у него там куча дел в морях и океанах, а дракон улетел, все, кстати, славяне верили в дракона, дракон побывал в Южной Америке, оттуда улетел на базу туда, под Сатурн или под Юпитер, а может и подальше, вот, там началась, скажем так, очень нехорошая стала развиваться ситуация, это все равно, что есть две формы правления, папеоцезаризм и цезарепапизм, цезарепапизм, это когда правит король или глава войска, главный, да, управитель, то есть главный такой администратор, гражданский, который отвечает за тела и, так сказать, за мясо, за доходы, за приходы и все такое прочее, и есть папеоцезаризм, папеоцезаризм сейчас присутствует только на куске земли, там, сколько там, пять гектаров, где стоит Ватикан, он там, власть главный, там Папа Римский, а второй там, вторые, значит, чиновники, государственные, или качи, там они люди, так вот, в Византии понятие грец, это жрец, потом это родилось русское слово жрать, вот, грецы, жрецы, византийские, захватили власти, то есть, они стали первыми, как коммунисты у нас стали первыми, они за что не отвечали, только командовали и старались все давать устно, никаких подписей не ставят, ничего, ну, как сейчас евреи, они точно так сделают, что-нибудь посоветуют, там, в кустах, и все, президент Америки побежал выполнять, вот, поэтому вот это такая, ну, там уже в последнее время шло все византийской империи, там, в общем, долго говорить я не буду, короче, русские боевые отряды опять все бросили и пошли захватывать Европу, к 10, они бы пошли раньше, но до 10 века Европа была очень обводнена, и потом вдруг начала внезапно высыхать Сахара, где уместились вот эти арабы, там, они на побережье морей, там, вот этих, Красного моря и Персидского залива, и, значит, вот Сахария, там, они, все начало высыхать, причем резко, значит, а в Сибири вдруг высохло вот это огромное лукоморье западное Сибири, по которому течет опи, так сказать, там, корыто, оно тоже все высохло, там болото, 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 вот Васюганские болота, якутские болота, все высохло, скатилось, вода скатилась, все, как раз это, то есть, можно было начинать обживать, и, так сказать, вот на территории Европы осталось вот одно болото, Припятские болота, это там, Белоруссии, а так все остальное там, реки вошли в берега, ничего такого, то есть, и мгновенно, естественно, что вот это природно-климатические явления, хороший климат, так сказать, не надо топать по болотам, ничего, это все дало возможность начинать захват земель, правда, ведь славяне, вот теперь уже обратимся к славянам, славяне никуда не бежали, может быть, чуть сдвинулись там на 100, на 200, на 300 километров вниз, вот, от того, что ледовитый, северный ледовитый океан замерз, они до сих пор, вот, на севере там живут, эти самые, приморские, приморские кланы рыбу ловят, все, что там, они никуда не дали, славяне занимали всю Европу, до, все, когда топонимы берешь, скажем, треть топонимов Италии, пожалуйста, славянский, Испания, славянский, это самое, ну, я Португалию не беру, Португалия, это какое-то воровское государство, Португалия принадлежала частично испанцам, там какая-то, я не буду это говорить, славяне все время, в общем, когда началась вот это самое, славяне, те, которые северные, ну, жили в очень некомфортных северных условиях, они преобразовались в викингов, понятие вик-инг, инг это звук отрыва стрелы от тетивы, а вик это залив, то есть он со скоростью стрелы вылетает из залива, говорит, руки вверх, бабки на кишенье, точно так же, те же самые, те же самые люди, те же самые славяне, вдруг они назывались ушкуйники, понятие ушкуй, это удар молнии, уш это молния, куй это удар, молниеносный удар, точно так же налетали, говорили деньги на стол, ну или там куда, вот и все, и они, они там до того обрели, они скатывались вниз, и, так сказать, брали вот это, норманы там все, они несколько раз грабили Лондон, они брали Францию, лютецию, то есть это Париж современный, брали, так сказать, ну, выкуп, Денегельт называется, Денегельт, выкуп, за то, чтобы не грабили город, ничего не было, а в конце концов, когда вот так вот началось, вроде красиво, все как-то вдруг хорошо, и они начали там, норманны, норман, норман, нормандия, все там остались, норманцы, давай создавать, так сказать, свои эти, там лишь бы был начальник, все остальное детали, у начальника должен, там не было таких мощных войск, когда русские по всей ширине Европы начали заходить, вот я смотрел, вычислял, я даже советовался с Варшавским, не Варшавским, прошу прощения, прошу прощения, с Чехословацким университетом, Пражским университетом, которому я очень доверяю, значит, каково было население Европы в 10-10 веке, католики здорово подсчитывали, потому что они собирали, когда они начали свое продвигать, так сказать, христианство, они здорово подсчитывали, сколько людей есть, сколько можно взять с них это, денегельт, вот он был 30-35 миллионов, русские зашли, если их было 10 тысяч, вот по всей полосе, от Испании до Урала, ну вот по Европе я имею в виду, по Волге, так сказать, но они, кстати, Волгу не трогали, потому что на Волге уже стояли татары, между Волгой и Уралом уже стояли вот сибирские татары, полурусские, полу, так сказать, сибирские, все, они со славянами торговали аккуратно, тихо, это вот Елабуга, изучая Елабугу, я там списываюсь, там один интересный мужик живет, ну в смысле, парень, вот он занимается Елабугой, Эль-Лабуга, это, ну Эль, это артикль дракона, там башня дракона есть, все очень интересно, как раз, тот самый Челябинский проход, откуда, постоянно оттуда, из Сибири, через него продвигались, ставили до города, там, ну поселки, не города, вот так вот, все, и даже поставили Казань, а Казани не тысяча лет, ей больше, славяне разрешили на своих, это вятичи, на своей территории поставить, это Казан, не Казань, а Казан, Казан, Казна, это город, где происходит торжище, и все, вы же понимаете, что в Казан можно там мясо там барана бросить, лук там, картошку, но этого не было в те времена, ну то есть, вот это торжище было, ну у нас есть торжок, вот, разрешили поставить, и все, а они так потихоньку, потихоньку там его огородили, все это, но это не суть важна, они выжидали, они выжидали, за кого, они понимали, что будут столкновения, русские-то продвигались, на, скажем, по Волге не было никого, плавали арабы, там проплавали торговые эти самые, но они находились под патронажем либо славян, либо вот тех татар, да, это 10-11 век, 10-11 век, 10-й век, еще в 10 веке, славяне нападали на своих судах, на Византию, на Станбул, это все, это не русские нападали, это нападали славяне, они, они уже понимали, что еще раньше, где-то там, в 6 веке, в 8 веке, они постоянно, так сказать, у них происходили схватки между славянами и русскими, и они понимали, что рано или поздно, дураков-то нет, рано или поздно они двинутся сюда, империя будет расширяться, потому что с юга они будут сжиматься, поджиматься арабами, в 1445 году так и произошло, даванули так арабы, что в общем и целом образовалось, так сказать, полу, там получились полурусские, на треть русские, на треть арабы, на треть еще какие-то пришлые эти самые персы, черт не знаю, и образовалось турки, ну на Эрдогана посмотрите, что-то такое, ну в общем вот, и вот такая ситуация, вот ца, это самое, говорят, Олег прибил к воротам цареграда, и щит прибил к воротам цареграда, ну как бы русские вдруг воевали с русскими, это в принципе невозможно, это все равно, что сказать, что вот наш командующий сухопутными войсками сейчас придет с молотком, со знаменем своего, так сказать, это самое, сухопутных войск и прибьет ее на Спасскую башню Кремля, так же не бывает, это воевали славяне, вот это вот, с противостоянием, оно так вот потихоньку тлело-тлело, но оно было, было типа пограбежное, потихоньку так, то они, то сюда, то туда, я не хочу сейчас, я не буду ничего говорить об этих, там очень много, русские летописи, у меня полное собрание сочинения, полное собрание сочинения русских летописей, полное собрание русских летописей, это, она переписывалась, куча сжигалась, уничтожалась, русские, специально для русских, евреи, и вот эти жрецы, византийские, я специально они произношу, Константинополь, это какое-то фейковое, специально под эту веру, решенное название, которое было включено, в письменные источники, когда создали, они хитро сделали, католики, посадили университеты, ну что такое университет, и говорят, вот ты приди, ты нам денежки заплачь, мы тебя чему-нибудь научим, ты будешь у нас, это самое, это форманта была тех, которые, вот скажем, если трое сыновей, у какого-то более-менее богатого человека, вот у англичан возьмем форма, вот первый будет наследником, скажем, у меня трое сыновей, первый будет моим наследником, второй будет военным, а третий, иди, если хочешь жить, иди вон учись на попах, ну я имею ввиду на католического, там кто там, вот такая была ситуация, у русских и у славян, то есть, точнее у славян, русские переняли потом, это не переняли точнее, а славяне, у славян такая форма была, ну вы же должны помнить, если трое сыновей, первого сына я беру, старшего, даю ему там лошадь, все, иди, так сказать, у тебя там земля выделена, община выделила землю, обрабатывай, ставь, тебе помогут избу поставить, все, средний сын тоже отделяется, уходит там, а младший сын остается до конца со мной, он меня отправляет в последний путь, он забирает мой дом, мой скот, и так далее, это самое честное, самое справедливое распределение, вот в чем дело, и поэтому, там сейчас, если я начну детализировать это все, мне просто надо быстрее закончить, уже час времени, потому что быстрее закончить, вы должны, они рванули вот по этим рекам, они тоже, русские я имею ввиду, русские боевые отряды, и сразу понесли, им нужно было идеологическое обеспечение, ведь, когда, вот этот вот, который писал про татара, монгольское, иго, кучу книг, он был в ссылке, как же ее фамилия, известнейший у него, ты про Гумилева что ли? Да, Гумилев, я же его знал в Алмате, Гумилев, который писал, он же одного только совершенно, немножечко не сказал, он не сказал немножечко того, что важно было, важно было идеологическое обеспечение, какое было идеологическое обеспечение, сделать от моря до моря, это идеология разве? Это какой-то, в смысле, сделать страну от моря до моря, это не было идеологией, причем, Чингисхана создали японцы, они же захватили, я же сказал, захватили Китай, там бегали какие-то, мунгал, правильно, молящиеся на холмах Луне, они там разводят костер и бегают, вокруг него молятся Луне, а не монгол, мунгал, это можно вот, в старинных отчетах, везде монгал, монгал, я думаю, что такое монголы, как будто американцы, буквы, гласные буквы путают, не в этом дело, не было идеологического, у японцев было идеологическое обеспечение, им нужна была империя, но они не создали, то есть, точнее, не идеологическое, у них была задача, но они не создали идеологического обеспечения, я вот не знаю, почему, может быть, у них жальцов не было, у них вообще, насчет веры, это очень сложно, по истории Японии, с верой у них всегда, так сказать, большой напряг, они сейчас, полусинто, синто у них вообще, верование, они говорят, вот синто-буддизм у них сейчас такой, ну, знаете, это же не вера, ну, не будем, не будем, хорошие люди, очень грамотные, очень мудрые, я их очень уважаю, а русские, это самое, хитро создали, жрецы им создали религию, вот эту вот, религию рабов, христианство, имея вот эту христианство, вы же представляете себе, что ради чего, ты попрешься туда, у вас 50 человек поплывут на двух, этих самых, ладьях, а там у вас могут из луков, из берегов, они ж не жили на центровых, на основных руслах рек, все только на притоках, уходили, уходили в притоки, а у этих притоков были свои притоки, старые карты, вот славянские там, или военные, даже русские карты, посмотри, 17-18 век, ничего нет, только по притокам, деревни, 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 городок, все, вот как было дело, и это было очень опасно попадать, либо надо было, значит, нести какую-то веру, то есть, какое-то, какое-то идеологическое обеспечение, вот они влетали и говорили, никого нет, как они, греки, значит, писали, ну, жрецы я имею ввиду, жрецы, грецы, они писали, над миром пронесся великий клич, великий бог, пан, умер, кто умер, как бог, мордука они там пытались, потом, этого, серапис, потом еще, какой-то там, я не помню сейчас, ну, Константина там, святым сделали, какой-то, как бы, Константин, который вдруг, в третьем веке, разрешил веровать в Христа, ну, это вообще, я говорю, что как дети малые, ну, не, понятно, что когда люди, для ради того, чтобы получить власть, и побренчать серебром, они не на это пойдут, посмотрите, что сейчас делается, на Западе, нас не пускают на эту, на Олимпиаду, для ради чего, ну, понятно, что непросто, кому-то пообещали, там, западенцу, повысить его, в это самое, а кому-то пообещали, дом или, счет открыть, в швейцарском банке, именно, не будем, это такая туфта, это все, до того неприлично, бить их надо до крови, сразу и быстро, как русские, вот, влетали, на это самое, и начинали бить до крови, и быстро, и вот, там же было две, было две огромных республики, Вятская, и Новгородская, ну, грубо говоря, граница была Тула-Воронеж, Вятская, южная граница, Москва входила, это территория Вятичей, вот и все, дальше шли уже Литва, Литива, вот, это уже западные, западные, туда тоже залетали, эти самые русские, вот, и представьте себе, можно было устроить сопротивление, а зачем, видно же, что едут, залетают бандиты, я вот сколько не разговаривал, сколько не спрашивал, что это самое, со многими соглашается, действительно, но дело в том, что если бы они налетели и ускакали, они хватают людей, и, так сказать, девицы, молодые парни, ну, молодых парней, они этими, на весла, это всегда было, рабы, значит, а девицы, естественно, это самое, на продажу, а потом этих парней на продажу, в Турцию туда, не в Турцию, сначала в Византии, а потом там была, оттаманская, османская, в общем, туда, в Крым, ну, хотя Крыма там еще, крымских татар не было, вот, ну, вот, короче, в рабами, раз налетели, два налетели, три налетели, это же вы понимаете, как, это самое, то есть, собрать, ждать, там было два варианта, можно было устроить, всех вырезать, устраивали, вырезали, напрочь, приходило в три раза больше, но вы понимаете, когда начинается захват, когда есть идеология, уже не остановишь, это надо их поворачивать, бить и гнать, и был второй, поворачивать, бить и гнать, это пытались, когда, это же еще разница в верах, если славяне верили в дракона, а, так сказать, русские-то верили в быка, у них шаманы носили вот этот обруч, с бычьими рогами, это потом славяне на короткое время, поверили в быка, а потом христианство пришло, там суть в чем, я хотел сказать, славяне прикрылись, пытались прикрыться вот этими змеевыми валами, то, что сейчас на Украине, их 2000 километров протяженность, высота 30-40 метров, понизу 60 метров, ну это где как, а перед этим валом, значит, канал, не канал, а ров, который глубиной там может быть 10 метров, и шириной 20 метров, вы представляете, что лопатами деревянными, и такие не создать, и даже вот сейчас в армии, эти самые окопокопатели, которые окопы роют там махом, тяжеленные машины, и тоже не создать, это сколько надо, 2000 километров, это невозможно, там устройство очень серьезное, это только единственное, потому что она четко сказана, кто делал дракон, змей летающий, потому что, если скажем, на боевом гегерлахе, это пусть вот те, кто уфологов, уфологи знают, боевой гегерлах, это огненный орел, это 200 метров диаметра, тарелка такая, она приспособлена хоть что делать, то есть она могла пройти с это самое, ну там с сужающимся или расширяющимся, слегка расширяющимся лучом, как дать, ну от рэпера до рэпера, ей там пройти, это может быть максимум полчаса, там земля были, тело этого ужас стоял, Владимир Николаевич тротил, тротил у меня на подходе, далеко пошел, ага, все, короче, все-все-все-все-все, и вот это самое, я говорю почему, кстати, я начал, от чего я ушел-то сказал, что я вот посмотрел, там одни эти, понятные нам топонимы, славянские, славянские там старые, старинные, не то что старинные, очень древние русские, вот все говорят, Спарта, Спарта это что такое, вот это такая страна была, 300 спартанцев держали, 20 тысяч персов, ну это знаете, уже надо свихнуться, белочку поймать, чтобы вот о таком говорить, ведь четко написано, С, вот считайте, С это артикль, это очень древний артикль, понятие, С он отбивается, этой самой, остается у нас понятие парта, парта это что, это школа, я же вам говорю, что обучение, вот на территории Греции, на территории Италии, там находились лагеря, где обучали и воинов, а в Спарте в Греции, в основном, видимо, обучали жрецов, обучали лекарей, это так у них, кстати, во всяких там пространствах, скальзывают, они же сбежали в 1445 году, когда арабы навалились на Станбул, они сбежали, они в архивы все, они ничего не взяли, ну, может, серебра, их охраняло 70 лучников, есть, а на базе с ксенофонта, такая, такая вещь, которая описывает, но он говорит, нас было 7 тысяч человек, мы шли через курдов, они через курдов шли, даже там 7 тысяч человек, как бы всех вылезали и сожрали, через курдские горы, ну, в смысле, это самое, это такая вещь, в общем, они про 700, максимум 700 человек, то есть, часть воинов, в основном, везли вот эти вот, вот, понимаете, Спарта, Спарта, школа, вот у нас, де киндер гейенен де шуле, немецкий язык, ну, ладно, дети идут в школу, понятно, кто знает, все такое шуле, шу, это рука, древний русский язык, шу, правая рука, ле, это много, лес у нас есть, рук много, вот, что вам говорят, дети, как называется, руководитель славянского радио, бас, все руки поднимаются вверх, говорит, Алексей, Орлов, хорошо, дети, напишите это сейчас, вот много рук, шевелятся и пишут, понятно, да, это все русский язык, древний, когда, когда вот начали, в общем, я что хочу сказать, что, я вам говорил, что сибирские татары, которых потом назовут татары-монголы, они сидели и ждали, они уже знали, что, вот, скажем, 10 лет пробивается, 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 но они, это самое, русские, и, так сказать, славяне, славяне вроде не начинают войну, за кого? За русских, или, черт его знает, за русских выйдешь, а славяне, они там, как вылезут с этих, притоков, встречных притоков, а у них были тоже ладьи, как вылезут, как всем наваляют, они славяне были, тоже нет, как посмотришь на викингов, и на ушкуйников, тоже они медом мазаны, так что делать-то, за кого? Вот они переговоры, пока там, то да сё, там очень много, там потом начинается, битва при реке Калке, что, значит, пришли татары монголов, убили, наваляли, значит, бревнами завалили, сверху ковры, сидят, пируют, ну это, господи, прости, сколько, сколько всего там фантазировать можно было там, вот, они сидели и ждали, кто возьмёт, как англичане с американцами, кто возьмёт, Гитлер возьмёт вверх, значит, Москве будем помогать, Москва будет брать, значит, будем Гитлеру помогать, вот такая у них была, этот дед этого президента, этого самого Буша, Рискотт Буш там такой был, когда организатор, но тут суть-то не в этом, они кинулись, значит, к славянам и говорят, не знали ведь мощностей, это тогда не было, ни телефонов, ничего, и разведка-то, в общем, не работала, во-первых, а во-вторых, когда началось, я говорю, спад воды, там надо было перестраивать хозяйство, это очень много, и вот в этот момент залетают русские, понимаете, и начинают вот так вот, налетят, награбят, убегут, то есть неизвестно даже силы какая, что к чему как, пока в этом разобрались, но решили, ну, славяне, видимо, пошли на то, что говорят, да ладно, мы как-нибудь тут сейчас, с этого места перейдем на другое, или там выстроим, тут ловушки, эти самые, поставим коле, вобьем в дно коле, они там попадутся, и все, они переговорили, видно, с русскими, типа, как мы полубратья, то да все, пятое, десятое, вот вместе с русскими, они мгновенно, фактически взяли всю славянскую, ну, вот я могу говорить только о восточных, западных, до Чехословакии, Германии, там дальше, то что, они когда с Батыем, уже и славяне ходили, там сработало вот что, ведь не бывает так, что вот, скажем, налетели, вы же понимаете, что даже драка, подерешься там, друг другу настучишь, а потом говоришь, какого, ну, в общем, зачем, а тебе говорят, да просто так, ну, а что будем делать, ну, что будем делать, давай выпьем, ну, в общем, примерно так, русские говорят, то есть славяне говорят, что делать-то у нас, вы что, то самое, они говорят, хочешь, хочешь, чтобы мы на вас не налетали, а что надо делать, а скажите, что вы русские, вы поймите, что мы одни, единственные в мире, в которых у нас идет название народа по определению, то есть прилагательное, русские, это, ну, ладно, американцы, амеры, ну, там, ну, это, это не считается, это не народ, это, это что-то такое, сборище какое-то, русские, то есть единственное, потому что это каста, и все, а в касту принимали всех, принимаешь правила касты, ну, там, скажем, девять правил, семь правил, какие нужны, славяне говорят, конечно, принимаем, вот я, это примерно так, вот мне рассказывали деды, когда там, маленькому, что они говорят, мы русские, мы русские, все, все, по шелеге с дыма, по шелеге с дыма, все, скатились назад, все, и уже проплывает мимо, мешочек шелега взяли, пошли дальше, но вот это самое, они пошли, наши собрались тоже, потому что, это самое, славяне, то основной-то набор, когда нам говорят, что сожгли Москву, там, в летописях, что они там сожгли Москву, сожгли кучу городов, и Киев, там, и все такое прочее, и везде по дорогам валялись, кости, 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 Кук, когда читаешь Марка Пола, вот, потом еще, значит, этот самый, кто там был, еще двое ходили, этих христианских монахов, туда, они типа в Каракарум, в Монголию ходили, ну, это смех и грех, туда, ходить, это туда, это туда полтора года, обратно полтора года, если там на лошадях, еще и неизвестно, и вряд ли ты живой выйдешь оттуда, а Марка Пола, это вообще уникальное явление, такой фейк, дело в том, что он, он сидел в тюрьме, в этой, в Венеции, в Пьембале, в которой сидел и Казанова, тюрьма Пьембале, так вот, значит, вместе с ним сидел в камере Русико Кан, и Марка, то он пишет в начале, вот его, так сказать, скажем, описание, как он путешествовал, он это описывает, что он сидел со мной, Русико Кан, Марка, он Марка, он себя называл в третьем лице, Марка был неграмотный, поэтому все записывал за ним, что рассказывал Марка, Русико Кан, и вот, что Марка рассказал, что он семь лет был в Китае, послом, был весьма, это неграмотный какой-то торговец, которого не выпусти, он через Константинополь, говорит, поехал через Константинополь в Монголию, туда, в Китай, кто бы его пустил, 1280 год, кто бы его туда пустил, христианин, а он говорит, я христианин, ему скажут, кого веришь, он перекрестился, последнее движение, это самое, крещение, его голова точно так, сразу слетит, поэтому там писал русский, он имел право, ну, русский, Сур, он все вот это описал, то, что Марка Пола, может быть, Марка Пола что-то где-то дополнил, откуда-то украл, они там сочиняли, когда началось книгоиздание, возможность книгоиздания, там такое сочиняли, что охрана, давайте, наверное, в общем, я вот что скажу, в конце концов, в конце концов, я должен сказать, что, ну, тут у меня много написано, написано для этого, для материала для этого, вообще разница была в волосах, русские, славяне были русоволосые, голубоглазые, а русские, пройдя вот такой путь от Индии до Вавилона, или он вернувшись сюда, вот на Астанбул, они были черноволосые, и вот их пришло очень мало, скажем, 10 тысяч, нужно пусть 5 тысяч их там, ну пусть 10 тысяч на восточную, вот на наши, от Дона до Волги, от Кубани до Волги, да, там где-то, от Днепра, пусть, вот на этой территории, от Днепра до Волги, на этих землях, где славяне, так сказать, жили, вот, они были черноволосые, и они были воины, естественно, так сказать, управление, они заняли все административное, на них силовое подавление, все, 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 но так, как описывают там, это все не ой, поскольку, они как пришли, они все поженились на славянках, и вот это вот, и они все потихоньку, потихоньку смотришь, скажем, через, это в любом случае, через шесть поколений, то есть шестой, после меня, проправнул, он будет беловолосый, как и я, и ничего русского, он будет славян понимать, потому что через женщину, вот это все мощное идет, вся эта самая, голова-то останется умная там, и мечом быстро будет рубить, но, все, все вот остальное, справедливость, все это самое, у нас народная этимология, которая доктора наук, там и академики, что русские, потому что русские, нет, они были черные, это, ну, это, уже не, даже не стоит об этом говорить, в нынешнюю территорию Германии, например, населяли западные славяне, высокие, беловолосые, голубоглазые, мне вот всегда, Гитлер натворил, что, это самое, они все черноволосые были, немцы, жрецы, которые пришли, Гитлер был черноволосый, Гиммлер был черноволосый, там даже, этот самый, Геринг был черноволосый, и они вдруг начинают набирать в СС, в суперэлитное подразделение, высоких, голубоглазых, светловолосых, вы представляете, они набирают славян, этнических славян набирали в СС, и как они дрались, это были, действительно, то есть тут, понимаете, там идеологии тоже не было, он когда говорит, начинал говорить об ариях, он не о том говорит, понятие арии вели жрецы, Греции, а они тоже, а Лиза бы что написать, вот написал арии, все, но понятие арии, там два перевода, либо черное семя, либо сияющее семя, я пытался где-то найти в текстах, чтобы, ну, несколько слов подряд, где, где, предложение, где стоит ария, ничего не было, арии, все, пришли арии, во всяком случае, и вот это вот никак, ни в коем случае нельзя, там, то, что сейчас употребляют, славяно-арийские веды, у славян было свое знание, оно спрятано, и вот я сейчас в основном занимаюсь, где спрятано славянское, где спрятано русское, все вот эти артефакты, начиная от знаний, начиная от записей, там, каких-то письменностей, это Индия, это известная, это Вавилон, это вот Сурья, не Сирия, а сейчас пишется Сирия, была Сурья, солнечная, вот, так что, найти славян, это самое, славянские знания, вот это вот, я думаю, что самое важное, а там, дальше уже посмотрим, я, в принципе, вот сейчас со многими, кстати, благодаря славянскому радио, ко мне многие обращаются, вот и стулы, ну, Алексей, ты, наверное, помнишь, мы уже там провели кое-какие, так сказать, занятия там, в смысле, я там рассказывал, пояснял, что к чему, ну, что-то потихоньку так будет двигаться, я должен сказать, что славяне, если уж так, славяне несколько раз пытались завалить русских, потому что у нас сидели все русские в верхних эшелонах власти, когда не хватило, Петр Первый приволок немцев, из Германии, там вот, там многие княжества были, помните, Екатерина Великая, Энгальд, цербская была, так сказать, княжество, которое там городок, и стена у которого полтора метра, русских, русских, но все равно, они садились-то, я говорю, чтобы женщины были, у них что интересно, не хватало, вот, скажем, есть понятие боярин, кто-то вообще, откуда это пошло, князь приходил, скажем, вот русский князь, у него была дружина, вот эти дружинники, потом, скажем, со временем, там 100, 200, 500 лет проходят, они уже бояры, боярин, бояр, вот у него вот эти дружинники, вокруг царя уже бояры, у них у самих отряды, царь им дает землю, огромные наделы, уделы, вот он там, так сказать, это самое, собирается этих земель, и налоги себе, на прокорм, и на прокорм своего отряда, с которым он пойдет за царя воевать, но это были все славяне, которые пойдут воевать, и вот, что объединило русских и славян, хотя, вот, скажем, то, что творил Петр Первый, этот дикий, скажем так, варвар, ну, понятно, от кого он родился, вот, это, то, что творил Бирон, но, во всяком случае, афера с этим самым, Степан Разин, она нам известна, я просто называю те, которые нам известны, это персы, это, это, турки, турки его хотели купить, так, чтобы он поднял славян, точно так же, славян, именно славян должен был поднять, и этот самый, Пугачев, и самое, ну, это ладно, они, это война, у них не было идеологии, ничего, идеологию все грамотно готовил Никон, патриарх Никон, при Александре Михайловиче Тишайшем, при отце Петра Первого, но Никон тоже не дотянул, его просто-напросто, потому что и Алексей Михайлович Тишайшем, и сын его, Мишка Романов, который сел после убийства Годунова, в смысле, после смуты, сел на престол, так просто, потому что 20 тысяч фунтов стерлингов, то есть фунтов серебра, 20 тысяч фунтов серебра, я не помню, по-моему, 8 тонн серебра, ему бросили англичане, и он все было открыто, и при Алексее Михайловиче, все англичане, они гуляли по, так сказать, по России, как и все, и женщин, что хотели, то и творили, но это все ладно, Никон, ну немножко, он неправильно себя повел со староверами, дело в том, что староверы, это практически все были славяне, а старая вера, вот эта, о которой говорится, это одинаково, в 14-м только веке, вот пусть, когда нам говорят, что там Коран, я ничего не хочу сказать, я веру любую уважаю, вот, что Коран, это 7-й век, уже все пошло, 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 вера нет, в 14-м веке только, именно, в 14-м веке, и ислам, магометанство, и русское староверие, вот эти киржаки, староверы, это практически одинаково, причем, там нет ничего отрицательного, ни в той, ни в другой религии, а есть только положительные, говорят, хорошо, если ребенок остался без отца, без матери, без родителей, его обязательно родственники возьмут, не попробуют родственники вдруг, да, даже нет, это справедливо, честно, и все, и ребенка родня, а если у него нет никакой родни, так там первыми будут бежать, терять тапочки, лишь бы только усыновить успеть, чтобы шах знал, что он усыновил, если нет у кого-то дома, так ему дом построят, и за счет царя, за счет, ну, и так далее, и точно так же у нас было, как это все, то есть у славян, вот это вот старая вера, и отношение было, как встречать этих, ну, не своих, что же определенное, ну, там можно сейчас уехать далеко, Алексей, пусть вопросы задает, я покурю. Вот так вот, да, под предлогом задать вопросы, а ты будешь заниматься грязным противным делом. Давай сейчас музыку поставим, и после этого перейдем к вопросам, тем более, что здесь и реплика вопросов уже накопилась достаточно, а поскольку реплика была такая, что просили поставить что-нибудь казачьего, или про казаков, давайте и поставим музыкальной паузе Игоря Растеряева песня «Казачья». Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, напомню, что сегодня по одному из современных календарей 21 июня 2016 года, вторник, по одному из старинных 31 день, месяца утра, 7500 до 4 лета, понедельник. Славяне и русские такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий Дегтярев Владимир Николаевич, и по просьбе главного соведущего мы переходим к вопросу. Напомню, что вопросы мы получаем из чата Народного Славянского радио. На сайт Народного Славянского радио попасть достаточно просто. В любом поисковике пишите «Народное Славянское радио», там открывается сайт «славмир.орг». После этого ищите слово «чат», нажимаете, открывается перед вами новое окошечко внутри странички, и дальше вы, если еще не зарегистрированный логин, пароль себе придумываете, указываете почтовый адрес свой, и, в общем-то, все, после этого можете пользоваться чатом, общаться с друзьями, задавать вопросы. Также напоминаю, что работает первая социальная славянская сеть. Также у нас работает форум, где очень много информации собрано, очень много знаний, копилочка такая получилась интересная. Так что прошу заходите. Да, и, кстати, раз уж сегодня у нас тридцать первый день месяца ветров 724-го лета, понедельник, то, наверное, всех стоит поздравить с днем числа Бога. Ну вот, мы переходим к вопросам, и первый вопрос поступил от Виталия. Владимир Николаевич. Алексей, Алексей Баскарма. Да, я слушаю, да. Сенакин, Жакси, Жакси, Берш. Ты слушай, ты в Москвобаде находишься, да, давай по-русски говори, черт не русский. Я хочу сказать, что твой певец очень хорошую песню выдал нам, Берш, Берш, совершенно подарил. Понятно. Итак, вопрос эфир от Виталия. Владимир Николаевич, хотел спросить, а почему славяне и русские, а не славяна арии и русские? Я же говорю, что это арии понятия придумали греки. Жрецы. Вы же понимаете, что жрецы придумывают, создают какое-то понятие, вставляют его, чтобы что-то назвать. Иной раз бывает такое, либо замаскировать в основном часто, закриптовать вот этим понятием арии. Да, там можно сказать, что А отдельно буква стоит, ри-и это плодородное семя, но А это белое плодородное семя. А можно перевести Ар и И идут. И И это шумерское, вот две буквы И это шумерское идти. Так вот, Ар это черные, весь Ра свет, есть Ар тьма. Вот черные идут, но черными можно назвать людей, которые с мечами там, с копьями все, посмотрите, скажем, черные идут. Ну а как вот назвать немцев? Черные идут. То есть черные это... Вот поэтому непонятности я никак не могу раскатать, прекрасно зная язык, который я изучал уже 20 лет, протоязык, которым 400 лет, 400 тысяч лет точнее. Вот что они назвали этим? Ар и что это не вера, это не... Это просто описание, внешнее описание, как я уже говорил, например, говорят, кто такие были эти самые хазары. Хазар, хлопок черный, это те, кто черным хлопком называлась эта самая конопля. Не та конопля, которую сейчас эти наши, мягко говоря, очень неумные люди там создали и все запрещают. Есть индийская конопля, единственная, которая вызывает, нехорошее явление в мозгу. 78 видов конопли, так вот, из нее 4 только, так сказать, и как индийская конопля вызывает наркотическое опьянение. Из всего остального у нас из конопли делали одежду, из конопли делали книги, из конопли, бумагу, из конопли делали канаты, много чего. Конопля это великое растение. И вот она точно, хлопок черный, четкое описание. А кто-то арии. Вот я говорю, когда написано Соловейн-1, когда этот Илья Муровец Соловья-разбойника хотел убить, ведь он служил русскому князю, Илья Муромец. Так вот, понятно, Соловейн-1, Соловей-разбойник. Там еще резня шла, ведь они, так сказать, в один день, это сотни лет продолжалось. Это все в истории вычеркнуто, вышиблено. Но я, слава Богу, уже подобрался искать, находить, где спрятаны артефакты славян. И вся там письменность, все-все-все может быть, и, так сказать, и боги их, и все, и все-все-все-все. Это долгая, это долгая история, потому что славянское все уничтожали под корень. Даже запрещали носить это самое, украшения славянские. Запрещали носить одежду славян. но потом сообразили, ну как, люди хоть приспособились, умеют это делать, одежда, голыми что ли будут ходить. Это все, когда Петр Первый бороды начал резать, снимать эти армяки, азямы и кафтаны, так сказать, то есть, и одевать кафтаны, это что было? Это умный царь, который рвался к званию императора и убил собственного сына, который был славянином, а не русским. Петр Первый, да, он был русским, хотя у него мать была уже славянка. Там сейчас можно давать следующее. Арии, непонятно это что? Непонятно. Ну, вот я не знаю, понятно тебе, непонятно, но когда вот есть такая версия интересная, аристократ, то есть, благороднейший из благороднейших, вот, арии, как те, которые осваивают Землю и эту Землю возделывают, облагораживают Землю. Вариантов арии существует много, то, что ты говоришь, там черные, вот знаешь, мне это напоминает, не то, что ты говоришь, а когда вот такие версии появляются, напоминает следующее, к примеру, берем Великую Отечественную войну, вот, воюет вся Европа против Советского Союза, во всей Европе Сталина называют подлецом негодяем, которого надо задушить и так далее, да, а рисуют карикатуры, где-то ему выставляют, ну, понятно, кем его выставляют, да, а у нас кукроникса работают наоборот, там Гитлера, Муссолини, и их приспешников покрывают всеми возможными и невозможными, и тоже сам понимаешь, какие рисуют карикатуры. Вот, когда мы говорим, что арии, это благородные люди, которые умеют изучать эту землю, ученые, первопроходцы, те, которые облагораживают землю, это со стороны ариев мы говорим и со стороны тех, которых арии научили, ну, к примеру, те же самые индусы, они почитают ариев и арии, у них это высшие сословия, арийцы, высшие сословия, которые отличаются от всех индусов тем, что они светлокожие, даже там есть признаки и светлых волос до сих пор, и синеглазости, там у них присутствует какая-то зеленоглазость, вот они их относят к ариям, а остальные индусы, они вот как-то так более темненькие и так далее, а вот если мы говорим со стороны врагов, которые всегда против ариев выступали, то естественно они будут говорить да это твари конченые, ведь арии негодяи, мерзавцы, ну и так далее, поэтому вот когда ты все это рассказываешь, у меня возникает вопрос, из каких источников ты брал информацию, ведь можно брать информацию из источников, которые, ну, грубо говоря так, условно, славяно-арийские, русские, русофильские, да, а есть русофобские, вот из одних источников русские это хорошие люди, славяне это молодцы, арии это те, которые высшие сословия из славяно-русов и прочих, а из русофобских вот эти все русские, арии, там славяне это мерзавцы, гады, люди второго сорта, их надо там давить, уничтожать, их семя там подобно скоту, ну и так далее, что если об этом много говорить, и еще, если мы вспомним о том, как поступали с писаниями врагов, то их всегда переделывали, но перед тем, как переделаться, прочитывали, сжигали, и потом переписывали заново, выдавали за что-то это, такое уже стариненькое, но мы знаем, что в последнее время победа была все-таки не на нашей стороне, в большом смысле этого слова, долгое, долгое тысячелетие, может быть и не одно тысячелетие, потихонечку гаечки закручивали и переписывались многие источники, приходили не веры, как ты говоришь, на мой взгляд, приходили религии, все-таки веры и религия это немножечко разные вещи, а скорее всего вообще разные, вот, и когда новая религия приходила, приходила с новым руководителем, с новым каким-то узурпатором власти, то в этом случае переписывались все вот эти вот писания и так далее, поэтому, если мы берем писания, которые до нас дошли, то в них с нашей предки предстают очень примитивными, тупорылыми такими существами, живущими в каких-то землянках с ветвистыми, замазанными глиной крышей, чуть ли не живущие на деревьях, которые там говорили на непонятном языке, были линии второго сорта, ну, как все написано где-то там в Ветхом Завете и специализированных изданиях южного направления. Так вот, вопрос к тебе, ты из каких источников ты знаний взял? Такое ощущение, что у тебя и отсюда, и отсюда, и здесь немножко, и вот тут добавлено откуда-то. Алексей, все правильно, потому что мне приходится знать, что враги пишут, что пишут наши люди. Это обязательство, это явление. Вот передо мной книга лежит Салават Галямов, Башкир. Он написал книгу толстенную 500 страниц «Древняя Ария и вечный Курдистан». Он доказывает, что не Башкир, а Башкурд, что они с Курды древние, что начало вот это вот, так сказать, они происходят от Курдов, Курды это Арии. Это, написать такую книгу, он, кстати, академиком считается в этой самой, ему Курды заплатили за написание этой книги, за исследование и все такое прочее. Эта книга у меня, знаешь, для чего? Вот когда мне надо что-то, не получается туда-сюда, это же надо всегда выхлопнуться физически, вот я эту книгу беру и швыряю в стенку. Она отлетает, все у меня, все хорошо. Японский принцип такой, снятие стресса, да? Да, все нормально. Ну, раньше я по молодости коробок спичек бросал в кого-нибудь или в стенку, а тут, значит, так вот, я еще раз говорю, что непонятно, когда назвали Арии, непонятно кого, да, индийцы, да, высокий господин в Индостане, на санскрите нет понятия Арии, нет понятия Арии, но, если бы оно было, я бы мгновенно все это выдал, я же все это разыскиваю по словарям, я столько времени ухлапываю на словари, потому что нельзя ошибиться, из-за одного стола. Да, но словарит, не забывай, тоже многие переписались, а вот, когда мы говорим, обращаемся к культуре какого-то народа, к тем же индийцам, там четко указывается, что это все-таки некий человек над ними стоящий, который им что-то давал, которому они почитают, и, вспоминай, вот, я не знаю, ты был в Индии, нет, но когда белый человек появляется, ну, не в центральном городе, а где-нибудь там, в каком-нибудь то вся деревня выходит посмотреть на этого человека, его угощают, ему дают там что угодно, приглашают в любой дом, только переночуйте, только, значит, ничего не делайте, денег не надо, только остановитесь, рядом посидите просто с нами, вот, можно за ручку подержимся. Это приехал Арий для них, то есть человек, который у них на генетическом уровне, ну, не господин, в смысле, к которому они преклоняются как холопы, как рабы, а тот, которому они чем-то должны, в этом смысле. Я не просто так же привел тебе пример, ну, про Ариев, что сто крат, аристократ, да, аристократ, то есть лучшие изручные. Это народная темология, вот так нельзя делать. Арии, нет, подожди, может быть. Арийцев, это сияющие, да, сияющие, то есть белокожие. Вот я как-то вспомню, первый раз я негра увидел в Москве, в пять классов, когда я был в Москве, пяти классов, я еду вниз в метро, а он едет вверх, я как увидел, у меня полное сотрясение организма было. Я увидел черного человека. Ну, у меня было то же самое, тоже в Москве. Точно так же, когда они видят белого, сияющего, просто лицо невозможно. Там стоят, так называемые, пограничные камни, огромные, где вот вместо лица, там, ну, люди выбиты, там, 12 метров высотой, там, камни, выбиты люди, у них вместо лица, вот эта спираль, солнечная спираль, да, с точками. Это вот сияющие люди. Так они великанов, это самое, та, которая, скажем, где-то цивилизация, пятая или там, ну, я имею в виду, то есть первая, точнее, у нас сейчас пятая. Туда, та цивилизация, которая работала с Индией, они же были белыми, а индии и адийцы были черными. Черными, а черные они и в Африке, не в Африке родились, что называется. Вот поэтому Арии, я говорю, вернее всего, ведь не дали договорить, что это сияющие, а сияющие, это можно, вот как раз перевести, что и великие там, и так далее, и так далее. Если мы говорим, понятие Мин есть, вот у нас Минск, это высота, площадь в Китае Тань, Ай, Мин, Мин, ну, то же самое. Это центр, они когда говорили, что мы Поднебесная империя, так сказать, это японцы говорили, вот они говорили, Мин это высота, и был Бог, сейчас мы будем говорить, есть Бог Мин, Бог знаний, Бог плодородия, древнейший, ему 90 тысяч лет, этому Богу, это один из первых богов Египта, цивилизации которого 90 тысяч лет. Вот так вот я говорю, что мы сейчас, давайте не будем ставить точку. Да, 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 вот давайте не будем ставить точку, но ведь давай еще вспомним, что не только в Индии отметились белые сияющие люди, которые дали какое-то учение, знание. Еще то же самое, есть предание у египтян, которые говорят о том, что первые несколько династий фараонов были белокожие, высокие, светлыми волосами, цвета льна, синеглазые, и они дали все знания, до этого там была вонючая вдоль Нила какая-то земля, которую никак не могли нормально возделывать, бегали за этими несчастными животными, там охотились, а тут раз и ни с того ни с сего появилась так называемая цивилизация. И потом эти уже наследники фараонов, вот они стали утворить там уже не пойми что, и появились те самые жрецы, о которых ты говоришь, что слово жрать, кстати, это версия распространенная, но есть еще интересная версия, что жрец все-таки жизнь рекущей, это по-нашему и по-русски, и ж, р, ц, это вот очень хорошо сходится, ж, р, ц, жизнь рекущей, а жрать там немножечко все-таки буковки не хватает. Так что версий много. Надо смотреть, наверное, на ту версию, которая не только сходится с точки зрения науки, поскольку мы уже поняли, что наука – это такая же, как и девка истории, родная девка истории продажной, и которая пишется так же, как и история победителями. Вот сейчас что мы можем взять от науки? То, что еще было в одно время, то как-то еще на науку похоже. То, что уже современное, там уже от науки трудно что-то сказать, что осталось. Но то же самое образование, которое от науки вышло, во что сейчас его превратили? То есть очень быстро все меняется, очень как-то скоротечно, оболванивают население, оболванивают народ, и дальше потом в этих неучах, что хочешь, заложи. Хочешь тебе религию подсунут, хочешь тебе царя какого-нибудь подсунут, ну, вернее, слово царь, кстати, да, царь, тоже интересно, царь. Алексей, извини, пожалуйста, понятие царь – это период. У нас было царское село, у нас вот есть царов, город закрытый. Царь – это период, это шумерское понятие, древнейшее понятие, которое там идет. Это, кстати, период, который обозначает время оборота планеты Нибиру вокруг Солнца, 3600 лет. И в том период – это, значит, царская династия еще. Ну, я с тобой не спорю, что у шумеров это могло быть, но, опять же, мы говорим не только о шумерах, мы говорим о том, что были помимо шумеров кто-то другое, кто-то другие, и иногда бывают очень похожие слова, ну, например, слово «саки», да, оно может восприниматься по-разному. Те, которые люди не знают истории, они посмеются, и у них в голове одно представление, а те, которые знают истории, скажут, ну, это разновидность казачьих таких войск, которых относят к сарматам, скифам, вот это одно из них. То есть, зависит от того, какой народ о этом говорит, и вежественный он или невежественный. Поэтому, если где-то слово с чем-то совпадает, это еще не означает, что, например, у славян или у русов, или у русичей, оно означало то же самое. Ну, так бывает. Вот, поэтому я и говорю, здесь нам еще, как ты правильно сказал, точку ставить рановато, тут нам еще проверять да перепроверять. Но как версии мы с тобой рассматриваем, версии вполне интересные, и вот я за чатом смотрю, кто-то их не воспринимает вообще, кто-то говорит, очень интересные версии, кто-то говорит, ну, вот пришел очередной сказочник, да, вот там, очень позитивный эфир. То есть, вот сейчас, если так смотреть, много людей в чате сидят, и у каждого есть своя версия по поводу того, что ты говоришь, какие версии ты говоришь. И люди воспринимают по-разному. Кто-то понимает, о чем ты говоришь, потому что они пытались что-то искать, и у них где-то с чем-то сходится с тобой, где-то расходится. Кто-то вообще тебя не понимает, потому что у них свое представление. Ну, а кто-то просто слушает. Поэтому мы сейчас что делаем? Мы излагаем свои версии. Но надо не забывать о том, что наши версии-то строятся не на том, что мы с тобой там побывали в Древнем Шумере и увидели, кто их создавал и кто у них был надзирателем. И мы с тобой не были в Древнем Египте, и не были с тобой в Древней Индии. Мы всего лишь навсего с тобой рассматриваем те версии, которые где-то когда-то прочли, от кого-то услышали, что-либо там нам кто-то написал и так далее. Но ведь это все надо понимать, что есть и наше дружественное, есть сочиненное дружественное, есть вражеское и сочиненное вражеское. И надо учитывать те идеологии, которые уходят от победителей. Победители пока не мы. Вот как-то про это. Ладно, но это как бы наши реплики. Давай дальше будем продолжать. Вопрос в эфир. Подожди, я тебе скажу одно слово. Понятие саки – это сухая, закаленная глина. То есть есть понятие янки. Этих индейцы называли вот этих англичан, которые там начали их резать и так далее. Их называли янки. Раскрашенная глина, кричащая. Глина кричащая, раскрашенная. Ну ладно, поехали дальше. Хорошо. Следующий вопрос от Ингварь. А, еще вот что. Самое главное. Вот даже задача этого радио, у радио славянского, у него есть идеология. Кто-то со мной не согласен, кто-то сейчас аж бесится, и это хорошо. Он будет искать. Самое главное – человеку дать толчок. Даже вот тем, что он… А самый высший толчок – это когда плюс-минус соединяешь, и скраб раскакивает. Вот тогда да. Вот меня же точно так же начало когда-то там 30 лет назад толкать к изучению. Что я вижу, что я не понимаю, почему так говорят, потому что это явно открытая ложь. Ну, поехали. Ну да, понятно. Да, ты правильно сказал, что Народнославянское радио ставит перед собой задачу какую? Будить, будить умы, пробуждать интерес к жизни. А жизнь – это ведание, это знание. Если вы не ведаете, не знаете, то в этом случае вы не живете, вы существуете. Но если вам хочется существовать, то радио не для вас. Если вы хотите жить, если вы хотите ведать, то в этом случае как раз радио является такой площадкой, объединяющей, кстати, разные взгляды на славянство. Ну, потому что просто пришло время нам объединяться. Надоело уже, что кто-то там кому-то тычет в глаз пальцем только из-за того, что он по-другому смотрит на мир. Пришло время объединяться. Поэтому здесь рассказываются разные версии. Подчас иногда анекдотические, подчас стрёмные, подчас они вызывают некое недоумение. Но если у вас они вызвали эмоции, то хотя бы у вас, как у разумного человека, должно возникнуть желание проверить. А раз у вас возникает желание проверить, то вы уже становитесь настоящим человеком. Здесь я абсолютно с Владимиром Николаевичем согласен. Просыпайтесь, ищите, проверяйте. А вдруг он правду сказал? Вдруг вы что-то упустили? А вдруг где-то вы чего-то не знаете? Не защищая, кстати, тебя. Это так я просто забрасываю. Дальше, Вингварь, вопрос в эфир. А если русские – это отдельный этнос, то почему они называются прилагательным? То есть рус – понятно. Русские, принадлежащие русу. Вот русские, если это отдельный этнос, почему они называются прилагательным? Потому что у нас было когда-то определение советский. Вот и всё. Прилагательное, потому что в касту русских входили уже, я же говорю, хочешь, проголосуй, скажи, что ты будешь выполнять там то-то, то-то, там всем, или я не помню сейчас чётко точно. Всем правил, и всё, я русский. Вот мы же, я же говорю, что когда приходится вот иной раз выступать, я говорю, меня в принципе надо принимать так. Я тот самый по крови славянин, но каста моя – рус. Всё, русская каста. Я могу быть вот как русины, входящие к русским. Рус-ин, ин – это входить. Рус, входящие к русским. К русским входящие. Поэтому вот эти вот, это русские, которые были, ну, там уже не суть, там можно долго это самое, насчёт этого. Поэтому русские понятия определения единственное определение. Какие? Советские. Русские. Ведь всех, когда была советская, это самое, советская эпоха, кавказцев, азербайджанцев, всех-всех называли русские. А, русские, всё, всё понятно. Он мог сказать, я кавказец, а кто такой? А когда скажешь, русский, а, всё понятно, русский. Ты помнишь фильм «Мимино»? Ну, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Когда стоят два японца, да, два японца стоят и говорят, какие же, а там едут эти грузины, армянин в лифте. Слушай, какие эти русские все одинаковые. Одинаковые, ага. Помнишь, да? А это какой-то говорит, какие они все одинаковые. Да-да-да. Ну, ладно, хорошо, давай дальше разбираться. Павел Воронин задал вопрос в эфир. А каста нищих была и как называли эту касту? Юродивые? Нет, это всё... Вообще, в Индии четыре касты, четвёртая неприкасаемая. То есть, точнее, четыре касты, брахманы, каштрии, купцы и четвёртая каста неприкасаемая. У нас четвёртая... Вот куда делась... У нас должна быть точно такая, потому что мы принесли знания, Махабхараду, Ригведу, это всё мы притащили в Индию, оставили там. То, что в Китае оставили японцы, это другой разговор, это не тема для... сегодняшнего. Но каста неприкасаемых в Индии, куда входят вот цыгане, например, это... Четвёртая каста, она... Это не юродивые. Тут... Юродивые. Эти вот можно было... Дервиш. Вот я говорил про... Что очень много немецких слов там, на Востоке. Дервиш. Дервизен. Наблюдать, смотреть, шпионить. Это были вот... А, юродивый. Чё? Главное, самое смешное, что в официальных словарях всё это переводится. Дервиш, что такое? Крутящиеся, вертящиеся. Как крутящиеся, вертящиеся? Если вы человек образованный, если вы доктор наук, там, скажем, филолог и так далее, неужели вы не можете... Дервиш. Ну, ше, зе, сэ, это... Дервиз, Визен. От немецкого. Визен, смотрите. А их называют юродикой. Ну, нет. Вообще, в Индии там начинаются подкасты и так далее, и так далее. Это за долгое количество времени. Они сейчас сами голову ломают, не туда пошли. В общем, запутались. Ну, вопрос-то... Я понял тебя. Вопрос-то был, в общем-то, в первую очередь не про Индину, а про наше с тобой наследие. Хотя Индия отчасти тоже каким-то образом нашим наследием может являться. Я могу сказать. Вот я могу сказать на этот вопрос. Ответ была не... Потому что надо было, чтобы назваться кастой там какой-то, должно быть много народа. Помните, у нас были понятия, они сейчас исчезли. Изверг. И этот самый. Второе было точно такой же синоним сейчас. Ой. Один был изверг, извергнутый. И второе понятие то же самое, что он выброшен из рода, это славянское, одно славянское... Но был изгой еще слово. А? Изгой еще было слово. Изгой-во-во-во-во, изгой. Изгой – это русское понятие, а изверг – это славянское понятие. То же самое. То есть, община постановляла, каста постановляла, все, иди, ты же не проживешь. Все прекрасно знали, что ты будешь нападать, убивать, красть и так далее. А это значило то, что у нас было до 49-го года, по-моему, или до смерти даже Сталина, было записано официально в уголовный кодекс. Человек, это самое, как там была статья, человек, подлежащий уничтожению. Кто бы не увидел, какой бы его не увидел, он обязан был его убить. То есть, вот я не помню, как это на уголовном кодексе. Ну, сейчас в уголовный кодекс лезть не будем, смысл ясен. Но здесь имелось в виду, что слово каста правильно сказал, на мой взгляд правильно, что это когда много людей, вот если мы берем К, это все-таки объединяющие, 100, ну, 100, грубо, объединение 100 и более, вот каста. То есть, по каким-то своим направлениям объединялись, потом это артели стали называть, уже в меньшем составе, вот каста, это уже где мастера какого-то направления, более 100 собрались, вот это вот было каста. Ну, там потом у куцов гильзии появились, похожие на касты и так далее. Так вот, каста нищих, каста нищих в этом смысле была или нет? Все-таки у русских и славян. У русских и славян. У русских и славян не было, я говорю, что, скажем, и у русских, и у славян древнее верование, вот эти верили в дракона, славяне, у них был главный бог, дракон, потому что он всей северной территории земли, с северным полужарием, у русских быт, там не было нищих. Ни одна община, ни один род не мог себе позволить, чтобы кто-то обжил вот это самое. Хорошо, он дадил ответ, просто я как уточнение Павлу специально, чтобы он еще раз услышал, о том, что не было у нас нищих, потому что никогда до нищеты не допускали, и дети никогда беспризорные не были. Там могли, могли это самое, просто на площади выпороть. Тут другое дело, понятие каста, надо читать кашта, каш, кашта, от этого слова каша, и от понятия та записано, ты за... А каш, это вот как слово каша, когда, знаешь, много-много-много-много в каше, сколько много этих самых, ну, зерен, там, пшена, вот, вот что такое, вообще-то каш, каш, ну, это, знаешь, давай не будем филология, это самое, это все... Не будем филонить филологию, давай дальше. на доске это надо писать, объяснять, и разбираться, да. Хорошо, Данила, вопрос в эфир. Здравия, соведущим, Владимир Николаевич, шумеры называли те земли, где жили славяне, старой страной надсмотрщиков, если вам известно, то можете пояснить более конкретней надсмотр, кого над кем, как кем назначен этот надсмотр, и почему? Называли, это самое, не славян, называли русских, сур, сур-нетеру, надсмотрщики, русские надсмотрщики, это Египет, они были, охраняли, Египет не был государством, Египет это великий некрополь, это великое, огромное, жреческое, так сказать, ну, заведение, там можно долго рассказать, вы меня сочтете фантастом, я не буду. У нас так такой, это был остров Крит, у нас точно такая же мощь, мощнейшая здесь, это самое, на Урале, была структура, о ней можно потом говорить, хотя она исследована очень слабо, представляете себе, так сказать, для связи с богом, есть интересные, которые академик окладников нашел в Сибири, в Минусинске, вот там называется, царские могилы, короче, царский некрополь огромный, по мощи он как Египет, Египет по сравнению, скажем, даже с этими, с боснийскими пирамидами, уже ничто, потому что боснийские пирамиды создавал дракон, а это был гениальный, я говорю, генный инженер, а не дракон, так и называется, драконовые пирамиды, мы потом после эфира обсудим следующую тему, и там посмотрим, так вот, мы о чем говорим? Мы говорим вообще о теме славяне и русские, так на минуточку. Славяне не были, не входили в это самое, в касту воинов, это были мастера, это были волхвы, но в основном это были полеводы и скотоводы. То есть получается, что над египтянами, на смоточке, были русы, русские? Не над египтянами, они охраняли некропы. Ну, некропы, да, да, да. А вот славяне, это они занимались скотоводством, земледелие, то есть вот таким мирным чем-то. И поход, что там... Да, ну что-то мирное, скажем так. Особо никуда не совались, жили на своих землях, и в случае чего могли собраться, дать там люлей, чтобы те разбежались, и продолжать заниматься. Ну, грубо говоря, помнишь фильм, «В бой тут один старики», когда победим, говорит, и хоть сейчас сады опрыскивать, да, вот. Ясно. каста воинов, они, когда пришли, естественно, что все это знали, все. Если с Индией везли их царей, хоронить у некрополя в этом самом. Там интереснейшие, ведь когда вскрывают, они ничего не пишут. Когда вскрывают вот эти вот, куда мумии укладывают, вот эти саркофаги, да, одни саркофаги из такого дерева, другие из другого, это дерево с Африки, это индийское дерево. Как оно сюда попало? Ну, говорит, наверное, значит, ездили в страну Дельмун, вот купили это. Когда говорят, говорит, что это государство, у меня, честно говоря, ну, вот пришли арабы, им надо было, захватили эти земли, вот точно так же, как это, и все, и говорят, это наше, все это наше. Ну, в общем. Ну, хорошо, хорошо. Так, дальше, дальше. Виталий, в эфир. Могу предположить, что русы говорили на разных языках, или хотя бы знали другие языки, и поэтому и появлялся термин русские русы, где русы – это народ, а русский – это язык, на котором говорит определенный этнос. А в течение времени этот термин перестал быть прилагательным, а стало существительным. Вот такую версию Виталий выдвинуло. Понятие русский, оно родилось буквально 19-18 века. Ну, может быть, чуть поздно. Но не в 16-м веке, и не при Петле первом, а чуть попозже. Это да, это где-то вот, видимо, после 1812 года. Это очень позднее определение. Это очень позднее определение. Хорошо. Цур рус, рус, леопард. Это был боевой тотем русских. У славян боевой тотем, у западных славян был медведь. Вот это вот, помните, там Бейерлин. Медвежья линия, Медвежья граница через реку. А там рядом река Эль-Бе. Эль это дракона, артикль. И Бе так зовут дракона, производитель. Вот что интересно, как оно Медвежья линия, но тут же Эль-Бе. Ну, не суть важна. А у Увятичей, например, четко знают, атакующий сокол. Падающий. Вот он когда там это самое. Это то, что взяли украинцы себе сейчас. Украли. За это надо бы им 50 миллиардов выставить, чтобы не воровали чужие эти. Это защита торгового знака, да? Да. 50 миллиардов выставили. Вот есть, вот есть, почему у нас вот этот вот, представьте себе, значит, перенши, першинг, это одно и то же слово, одно и то же слово понятия, а алип, одно и то же это вот так вертикальная черта, все. Алип, это первая буква арабского алфавита. Но если мы перевернем, это будет пила, которая делает вот такой рез, разрез, и мы пойдем, пойдем и доберемся до першинга. першинг этот самый, как-то перш называется, в цирке называется такой этот самый, господи, труба или не труба, это самое, шест на котором, знаете, ставит себе на голову, а там наверху гимнастка делает этот, всякие кульбиты. Вот это перш, это все понятие перш-перш, но он и происходит от боевого, то есть, точнее, не от боевого, а от племенного тотема. перш, вот просто, так там самое главное, значит, что интересно, в одну сторону закорючка и в другую сторону закорючка, это вот две головы, то есть, первые, перш это первые, те, которые закорючка, она похожа на наш, то есть, точнее, от него родился вот этот двуглавый орел, в одну сторону смотрят, в другую сторону, в Европу смотрят и в Вазию смотрят. Это вот, это продвижение русских, шло, я говорю, что они шли вот по, 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 там, по Сибири, на Урунчи, на Китай, и на, и там, единственная дорога, чтобы попасть в Индию, она идет вот через Китай, через, этот самый, через Токламакан, ну, в общем, там, и выходит на, на Гиндукуш, и можно будет прорваться в Индию. Так, следующий вопрос от Казака. Вопрос в эфир. Владимир Николаевич, вам известно мнение о том, что карта Тартарии подделка, например, мнение военного историка, эксперта, Бориса Юлина, и дальше здесь ссылка идет на ютубовский канал с этим высказыванием этого эксперта. Да. Что да? Что да? Известно. Все, все начало и дело в том, что, вот я, скажем, 20 лет имею дела с картами, мне присылали, там, копии, потом, когда началось, вот можно было там сканировать, и ксерокопировать, и там даже, это, просто фотографировать, все это. Мне сначала присылали, даже, вот я говорю, Чехославский университет, у меня там много знакомых, которые помогают, но мы обмениваемся, то есть, я им, они, вот с Германией, там сейчас, там много наших немцев, стало русских, там можно много работать, и вдруг, вываливаются просто, это самое, вы думаете, долго нарисовать, вот эту тартарию, для меня, вообще, это самое, когда, последний год, вот идет вывал, вот этих тартар, 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 я, честно говоря, потому что, ну, взять то, что нарисовал Меркатор, сверху написать, тем же, той же чернилой, все выложить в интернет, и пусть будет тартар, там же не поймешь, как она нарисована, в смысле, что за чернила, какого года выпуска, поэтому, к этому надо относиться очень, но я-то говорю, я-то от языка исхожу, я-то исхожу, изучая, изучая, как называется река, как называется народ, как называется город, как называется там, хлеб, и так далее, и так далее, и так далее, вот поэтому, а если он называется хлеб, нан, то ты никуда не денешься, нан, и все, ты знаешь, что я хотел сказать, Наверное, через лет 50, если все пойдет так же, как сейчас идет, в чем я, конечно, несколько сомневаюсь, но так допустим, то здесь, в Москвобаде, будут проживать уже те люди, которые к нашим с тобой предкам никакого отношения, скорее всего, не имели. И через тысячу лет, если будут делаться раскопки на месте Москвы, то скажут, ну, вообще, Москва – это такой интересный город, что, в общем-то, русские люди – это те, которые говорили на каком-то языке не русском, это те, которые выглядели не так, как мы сейчас с тобой выглядим, это те, которые употребляли продукты, не те, которые мы употребляем, ну и так далее, тому подобное. Поэтому, когда крупные города какие-то завоевывали, завоеватели вроде бы продолжали себя называть, вернее, могли себя продолжать называть теми, кого не завоевали, ну, страну завоевали вот такую, они так себя называют. Вы откуда? А вот из той страны там, ну, понятно, но при этом уже традиции все не той страны, все привнесенное, язык уже привнесенный, обычаи, продукты употребляемые, ну и так далее, тому подобное. Поэтому иногда вот здесь возникают такие исторические парадоксы. Вроде бы мы говорим об одном, а на поверку все совсем другое выходит. Встречался с такими моментами? Конечно, дело в том, Алексей, все правильно. Где ты встречал в документах и вообще, чтобы называлось, вот до, скажем, до еще два года тому назад, чтобы было Тартария? Нет. Сибирь, Московия, там, скажем, написано Вятичи, там Новгородская эта самая республика. Ну, тут древняя карта, которую описывают русские. Карта Ремезова. Я тебя понял, я тебя понял, я просто по-другому сейчас думаю, сочувствую. Как же лоханули Владимира Владимировича Путина, когда ему под камерами центральных телевидений сучили вот эти подделки. И причем с таким официозом несколько карт было выкуплено официально и привезено сюда одним из наших олигархов. И была целая выставка, и Владимир Владимирович ходил, и пальчиком тыкал туда, и показывали вот это Гранд Тартария и так далее. Ну, и еще есть упоминание о том, что в британской энциклопедии «Британика», одной из первых 1700, какой-то там лохматый год, там говорится о том, что Гранд Тартария – это самая великая, самая большая страна во всем мире. Все может быть. Я же говорю, что не называли никогда, скажем, Советский Союз. Говорят Россия. Правильно? Да. Ну, в общем, ладно. Это вопрос такой интересный. Я думаю, здесь мы тоже с тобой точку еще не ставим. Это однозначно. Мы не ставим точку. Еще есть где разобраться. Два года тому назад. И это мне сейчас, если ими заниматься, конечно, он отложен в голове, когда попадется я. Но мне лично, я знаю, что когда приходили, скажем, русские, те же славяне или те же русские, они никогда не меняли название, потому что название дано от Бога. И название поменять, скажем, Тверь назвать Калининым, или Санкт-Петербург назвать Ленинградом, грохнет так сзади дубинкой Бог, у него там бита, что не выживешь. Не ругайся, мы тебя поняли. Да, я имею в виду, что Тартария, все время Московия была, я же говорю, что называется Чин, Китай. Китаем его назвали наши послы. Это 1600, не помню, сейчас 78-й, по-моему, год, это когда Екатерина их вторая послала. И они первое, что встретили, ведь называется почему, потому что первое встретилось такое, что привлекло внимание. Стены вот эти, глиняная стена, Китай – это глиняная стена. Не гора, а глиняная стена, Ки – это глина. Вот он, потому что была в Москве, в Москве есть Китай – город, там саманные стены были, он был огорожен саманными стенами. Китай – город, все, Глиняная стена. Ну, есть несколько вариантов, да, одно из них, как ты правильно сказал, это глиняный тай-предел, да, то есть глиняный предел, некая стена, забор, кто-то говорит, что кий, то есть высокая тай-предел и так далее, вариантов много, но суть-то в другом, что это было повернуто и до сих пор повернуто в сторону Пекина бойницами, значит, здесь есть о чем подумать, и это не моя выдумка, я думаю, что, и не выдумка тех, кто это об этом говорил, потому что есть четкое указание с компасом, человек стоит над китайской степени, и понятно, где север, где юг, вон там Пекин, вон там не Пекин, ну, ладно, дальше, давай дальше разбираться, время у нас идет, а у нас вопрос еще есть, вопрос эфир от Григория, здравия, Владимир Николаевич, у нас Тартария считается землей, Тары и Тарха, от чего и пошло это название, вы, как я понял, с этим не согласны, так ли это и почему? Так ли это и почему? Еще раз, как Тарх и Тарх? Ну, есть одно направление, родноверческо-староверческое, где богов намного больше, чем бык и дракон, и там есть бог Тарх, то есть даже бог, который давал знания людям, более-менее современным людям, после как раз вот тех катаклизмов, которых ты и упоминаешь здесь, и была у него сестра Тара, И вот как раз они там находились, Тарх за одну территорию, Тара за другую, отвечала, помогали людям там после потопа восстановиться, и благодаря этому, ну, это все находилось за Репейскими горами, и благодаря этому вот эта территория называлась Тар-Тария, то есть по территории Тара и Тарха, Тарха и Тары И вот поэтому, Владимир, вопрос от Григория звучит так, что Тар-Тария у нас, он пишет, у нас считается землей Тары и Тарха, отчего и пошло это название Тар-Тария Вы, как я поняли, с этим не согласны, так ли это, и почему? Дело, вот, в тюркском языке есть понятие, кстати, я к чему говорю, усадьба, где молодой Лермонтов воспитывался, она называлась Тар-Ханы Тар, это переводят Дар-Хана, что хан подарил, в принципе, это правильно, это другое дело, что вот эта территория Отделена от ханской, в смысле, от ханской территории, да, она не платит ни налогов, ничего, это за особые заслуги Вот эта вся территория выделяется, и Тар-Хан, хан отделил, это хан выделил, все, выделение Вот эти про богов и про богини я слышал, в всяком случае, но я специально не занимался Тар-Хан, если та, там надо смотреть, это так вот сходу не, я не могу, это, я никогда не вижу, что написано Тут мне, знаете, это самое, то, что я слышу, это мне не надо Это не метод изучения Что, во всяком случае, то, что называется, там где-то назывался дашь бог, это все фейки христианства Перун, это берун, но не перун Это самое, это тоже изменение букв, я же говорил, что основное было, что произвели В азбуку сразу влезли, и все, все уханькали, все названия, все мгновенно Волга, не может быть река женского рода Это канал, он Река, это пропаханный канал Он Но не это самое, не Не женского, это Боалга, божий светильник Ну, вообще, долгое время называли Волгу рекой Ира А по поводу того, что Перун или Берун Вот есть же те народы, которые существовали задолго до того, как азбука была Кириллом и Мефодием привнесена сюда Пользовались буквицей и другими письменами, помимо буквицы И там, например, есть народы, которые называют Перуна Перун, Перуш, Перуша, Пороша, Перан, Перкус и так далее То есть, везде присутствует Перкунатис Перкунатис, да Так что, да, ты вот можешь добавить, там много чего есть, я просто кратко назвал там варианты Поэтому Пер там присутствует, Пер, Перун И Перун, если мы так смотрим, покровитель воинства, покровитель, управитель молнии и огня То вот Пер, Пер, часто говорят, пиротехника, например, да Это когда присутствует где-то огонь Где там присутствует что-то Где там с печью это может быть связано С огнем и так далее Так что, я бы так вот однозначно тоже не говорил Здесь мы тоже ставим с тобой Пока не будем ставить точку Не надо, дело в том, что Пуруш Когда назвал Пуруш, это мгновенно Это из первой плеяды, их три Вала шло в Индии Это где-то 60 тысяч лет примерно Вот первый назывался Пуруш, Пуруш, Пуруш Великан, вот как у нас Сейчас я, кстати, я потом дальше продолжу Пуруш Это китайцы, японцы и индийцы Все почему-то на этого Пуруша Что из него потом сделали землю А на нем бегали эти самые вши Из которых родились люди Понимаете, что за религия вообще? Это религия Бонн Теперь, вот сейчас, кстати, когда мы говорили Что Владимир Владимировича начинает подводить Это, ну в общем понятно Дальше пара слов без падежей Но имя, например, Владимир Вот у меня Владимир Но я-то знаю, от чего оно происходит Это русско-славянская билингва Когда начали сводить понятия Русский и славянский, иначе не выйдет ничего Они не могут внушить нам свою религию Вот вятичи были похристосованы Покрещены только в начале 19 века Меня крестили один раз так для этих Но все-таки 54-й год я родился Так принесли в церковь, обмотнули и все А в три года, когда мне было Меня повели к староверам И там меня на самом деле покрестили Но когда узнали И хотели менять имя Ну скажем Потому что я записан, скажем Не был записан У меня не было этого Как? Ну о рождении Потому что там деревня Все свои там Это самое Деревенские Все друг друга В радиусе 50 километров Вся родня Так что это можно было поддержать Но когда узнали имя Сказали да Все, записывайте Болот Имир Болот это Это самое Вот этот персидский Месопотамский Великан Понятие великан Имир Это если вы почитаете Сноррис Нурнсона Этого скандинавского Малая эда, большая эда Там великан Имир Он славян А они все Сканды это славяне Викинги там Все славяне Норвеги Это славянские Так сказать Северные славяне Из великана Имира Точно так же Его разрубили Из него Из головы земля Из крови Так сказать Вода И так далее Ну а болот у русских нет Это Болот это мощный Сильный великан Который Всем это остатки Верований Точнее не верований А остатки фактажа О том что на земле Присутствовали великаны И что они делают Ну мы сейчас с тобой углубимся Просто Да Не будем Да Просто Одно слово Пуруш там было Да Но остальные Это пера там было Ну ладно Дальше поехали Станислав Аргентинец Вопрос в эфир Как по вашему мнению Славянская буквица Это новодел Во первых Кирилл и Мефодий Не нет Не про эту буквицу Кирилл и Мефодий Это фейк Они искали Себе Они были католиками Они искали себе Епископство Все было занято И послали Идите туда Это самое В Константинополе В Константинополе Они увидели У русского Так сказать Купца Русские письмена Они сами Об этом все пишут Какие они были И они Что они вот перевели На славянский И все У сербов Был язык Срб Вы видите Что они обрезают Гласные У них вырезаны Все гласные Это уже Там другое дело Скажем У славянской азбука У славянской азбука Не как там она Он сказал Славянская азбука До сих пор Я лично считаю Вот там Пишут старославянским Там все такое Прочее Используется сейчас Древнее Слоговое письмо Оно уже так не выглядит Из которого Греки себе Свою азбуку сделали И свои слова Но я по перевести И латиняне Латинский язык Искусственный Сделали Из вот этого Слогового письма У меня же книги выпущены Ты знаешь Там Все Не было Ни славяне Не пользовались То есть У них не было Вот этой какой-то Искусственной азбуки У них была азбука Которая ближе К руническому письму Это руническое письмо Которое было Затерто и уничтожено Там осколки остались Которые там на камнях Где-то вот там На севере На северах еще видят Руническое письмо Это не слогово Это каждый знак Выражал одно понятие Слог У нас слог выражает Понятие Две буквы Например Ба Бог Бог Вселенной А у них только просто Одна буква Б В смысле Ага Бог Но там Своя система И все Все остальное Вот я сколько видел Видов славянской азбуки Южнославянской Это все Опять же То что Под тем же вопросом Под каким висит У нас Тартария Понимаете Слишком много Вот у меня сейчас Я посмотрю Чья это книга Я ее выложил Специально На лист Копарев Забытые славянские Письменности Но он то Показывает фотографии Он показывает Пластина 42 Все такое Прочее То есть Он ничего Не выдумывает Вот почему я взял Его в откровенную Разработку Потому что Да Но там Греческая Видно что Греческие буквы И неизвестно Когда они сделаны Ведь никто не даст Вам возможности Провести Анализ Хотя вот там Сверху греческие Вот я вижу Картинка Пластина 20 А внизу Там идет Вот как раз Азбуковник такой Когда один знак Выражает Целое понятие Ну это примерно То же Что пиктография Пиктография Современная Знаете Идите Стойте Переход И так далее И так далее Либо Вот то что Китайская грамота Иероглифы Тоже рисунок Иероглиф Поэтому я говорю Что вот тут надо Очень-очень Осторожно Сейчас с этими Языками В смысле с азбуками Это очень осторожно Нельзя до конца Говорить что Еще одна Еще одна Непоставленная точка Хорошо Будем иметь в виду Нет Дело Дело не в этом Потому что я не могу Сказать Я говорю Сам Буквально Недавно Такая очень острая встреча У меня была В Туре Я сказал Ребята Вы не считаете Что я все Полный 100% Девятый уровень Жрец Я на 70 Максимум Процентов Так сказать Исследовал То что я вам говорю Правдиво Дальше я не пробился Потому что Нарастает Время Которое надо Угрохать Нарастает Там расходы Которые На которых У меня В общем Ну нет возможностей И так далее И так далее Я не могу Если например Вот эти славянские Письмена Которые выложены В книге Это я должен Туда полететь Я должен Там месяца Два Три жить Это все Смотреть Расследовать Ходить в библиотеку Запрашивать Это огромное Это миллионы Сразу Понимаете Это целый институт Должен либо работать За государственный счет Либо Не работать Хорошо Следующий вопрос Эфир от Светланы Владимир Николаевич На чем основано Ваше утверждение Что славяне Верили в дракона Расскажите Чуточку поподробнее Благодарю Дело в том Светлана Что Есть шумерская космогония Шумерская космогония Хотя шумеры Вот жили На последнем месте Где они жили Вот между речью Значит Пять тысяч лет Тому назад Как бы они внезапно Там появились До этого я говорю Что они жили Махенжадара Еще считайте Пять тысяч лет Там потоп их Где-то их накрыл В Индии Потоп Примерно на Тибете То есть это Они всегда Куда бы ни селили Никуда не перевозили Они ставили города Это были закрытые города Как у нас сейчас Только это города были Ну Научно-исследовательские институты Вот Город Лагаш Это они занимались Исследованием космоса Все что связано с космосом Летающие боги Звезды Все такое прочее Это были города-государства Это УММУ Была Или от Дуба Университет Вот Поэтому В Шумерской космогонии Четко отмечено Для того Что боги Вот эти два брата Энки и Энлиль Быки дракона Они в вечном Между собой воевали Это Ну все отражено Все расписано Поэтому Верхний бог Ано Кстати Юпитер Планета Юпитер Называется Ано Значит Он им поделил Землю Вот так Скажем Ну в данный момент На данный период Северная часть Земли Это Дракон отвечает Северная Америка И северная Вот это Ну Евразия Это дракон Южная Все Бог быт Но они Они все равно Продолжали воевать И вот Буквально Скажем В девятом Десятом веке Почему началась Христианизация Это резкая Когда увидели Что никого нет Давай быстрее Продумай Потому что Можно за это Получить деньги За душу человеческую Можно получить Деньги Давай быстрее Вот так Поэтому Вот дракон Все Пожалуйста Ведь В японской В китайской Вот этой То есть Ну точнее Это японцы Им придумали Это мифология Там не придумали А вшили просто Когда Дракон Хуан Цзи Приземлился Ху Это Ну там Гуан Цзи Будет Надо говорить Китайцы Не могут Произносить Гу Это Движущийся Движущийся Огонь Ан Это небо Дзи Это земля Движущийся Огонь С неба То есть Он прилетел На драконе Таком Орущем Так сказать Извергающем Огонь Вот этот Вот Кто-то Потому что Хуан Цзи Это вот Описание Прилетел Описание Того Что произошло Кто-то Прилетел На драконе Там даже Понятия Дракон Нет Просто Движущийся Огонь Прилетел С неба На землю Вот Вот это Хуан Цзи А они говорят Это первый Так его звали Вы видите Какая разница Между того Что вот просто Описание Это мог Метеорит Упасть Движущийся Огонь Упал С неба На землю А они говорят Что это прилетел Дракон Ну Я опять Просто Светлане Говорю Что никак Никуда Не денешь Если ты живешь На северной В северном Полушарии Ты будешь Верить в бога Дракона Иначе будешь Наказывать Вот и все Хорошо Дальше Следую Давай следующий вопрос Рассмотрим Елена 777 Вопрос эфир Чем русские Отличались От славян Как-то вот Не поняла На этого вопроса Вернее ответ Твоего Еще разок Напомни Ну во первых Русские Я говорю Были черноголовыми Это Вид Там вообще Очень интересно Например Что у русских Что у японцев Я проверил Все одинаково Историю Японии Историю России Как воинам Выделяли Вот как у нас Боярам Так и точно так же История Двухтомная история Японии Она По посольским Адресам Пожалуйста Мне подарили Так сказать Не в посольстве А там В обществе дружбы Так сказать Не суть важна Я служу императору Я сёгун Значит я служу императору Вот мне выделяют Там 50 деревень Столько-то земли Причем По земле Получается Столько Они выделяли Столько Сколько у нас Выделяли Саху Два гектара На то Чтобы ты с этой сахи Кормил Одного воина С лошадью Лошадь стоила Дорого Ну Там Или так сказать Выделял Двух грибцов На лодку Там и есть Эти самые Ну славянских Грибцов Понятно И точно так же У японцев Одинаково Это самое Было всё И у них И у нас И у них Как когда идёт Господин Надо было Упасть на колени Снять шапку Ты открываешь Цвет волос И самое главное Мало цвет волос Можно покрасить Луком там Или чем Ты открываешь Форму своей прически И ты на колени Падаешь Для того Чтобы господин Был в преливированном Положении Соскочить с колена Убить господина А он успеет Тебе башку отрубить Вы поняли меня Это безопасность Это не Это не Того что там Я уважаю Ой я там На колени Упал Нет Это безопасность Обеспечение Ну оно прикрывается Вот тем что Ты должен уважить Господина Пади на колени С ними шапку На самом деле Это безопасность Поэтому Русские Мало того Значит Вот Насколько я знаю Я смотрел Изображения Этих самых И смотрел Описания Византийских Особенно Византийцев Это можно Прочитать Например Поэмы Осадко Вот Новгородский Там Когда уже Царь морской Когда русские Начали веровать В Морского царя А купцы Там были В Новгороде Все купеческие Обычаи Русские Самая Русская Тризна Вот С Эти самые Скифы Они были Русские Понимаете Вот то что Скифы Там ведь же Не то что Вот слов войска Оно стояло Они управляемые Казаки То же самое Это русские Но которые Так сказать Побандитничать Решили Вот А это самое Казак Лебедь белый Скифы То же самое Это русские Выделившиеся Но И славяне И русские Единственное Что раз Они были Этими Воинами То они Не занимались Производственными Вопросами Это Их дело Была война В одном месте Они что-то захватили Взяли деньги Приехали Сказали Ребят Продайте нам Ну к славянам Продайте нам рыбы Продайте Баранины Продайте шубы Там Пожалуйста Купили Все Вот отъехали Вот и все Славяне Были Производители Так Ладно Ладно Давай дальше Рассматривать А кстати Когда ты говорил Там про черноголовые Да Вот русские черноголовые Сейчас у нас же Черноголовые Это Приезжие гости Из Средней Или очень Средней Азии Вот То же самое Московский регион Да Вот любят они Здесь Поторговать Что-то И анекдот Такой вспоминается Сидит узбек Такой Вот как-то я писал Все Так Волосы темненькие Темненькие И продает Газерновую Воду И поет Пейте Безястайноуки Напитки От черноголовки Так Ну ладно Вопрос Елена777 Вопрос эфир Чем вы это Мы прочитали Как наши предки Славили дракона О Вы понимаете Что это Хороший вопрос Очень замечательный Дракона Славили А вот Бык Вообще Это только царь морской Все Больше он нигде Не упомянул Пушкин его вывел Помните Тридцать три Богатыря Чешуей Как жар Голя Чередой из волн Выходят ясно Вот это четкое Доказательство того Что на земле Существует Амфибийная Вот эта Водная цивилизация Она существует И доказательство У меня просто море И так сказать По сказкам По сказаниям По Этим Народным эпосам И так далее Этого сбрасывать Со счета нельзя Это первое Второе Дракона славили К сожалению Значит Дракон Это кровавые Кровавые Жертвоприношения Кровавые Жертвоприношения Я Тут ничего Плода того Что человеческих Почему Потому что Дракон Энлиль Его Собиратель чистых И не чистых Вот честно говоря У него еще было имя Я сейчас Просто не стану Искать время Время терять У него еще есть Акицалькаатли Это Южная Америка Виракоча Перу Это контики Плод на котором Плавал Турхи Ирдал На законтики Старая кровь Земли Кон Это старая кровь Гон Это новая кровь Вот Значит Это во-первых Жертвоприношение Почему Потому что Они не понимали Уже Они что делают Почему они достают Кровь Из живого существа А он-то Так сказать Вот он и занимался Созданием Вообще Уникальных Там Ну об этом знали И может быть Жрецы рассказывали Это передавалось Из поколения В поколение Его алтарь Прямоугольный Вот Все крыши домов В Китае И Японии Помните Вот так Рогами Загнуты Это как бы Они говорят Это защита От злых духов И так далее На самом деле Это точно так Вот выглядит Драконов алтарь Прямоугольник Поднятые Кверху Эти самые углы Вот Это И у нас Мавзолей Который на Красной площади Это Драконов алтарь Вообще Я говорю Я с этого Я уже второй раз Это говорю Или третий А чуть-чуть На историческом музее Значит Ну рядом же Там исторический музей От мавзолея Там значит Герб города Москвы Где убивает Дракона Этот Этот Георгий Победоносец Ну похохотать Можно В запасниках Русского музея Лежит Эпохи 16 века Икона Ну так сказать Типа Рублевской Троицы Только внизу Марка Ну она огромная Икона Там метр На метр Если не больше Если не два На метр Внизу Марка То есть Другой рисунок Не то что рисунок А просто внизу Нарисованный Вот триангел За столом В центре А внизу Эти самые Гридни Убивают Быка То есть Ее убрали В запаснике Специально Все То есть Жертвоприношение Потом Что делали Вот Еще раз Ее Светлана Зовут Да Танец Хоровод Это Они изображали Хромосому Парень Девушка Парень Девушка Парень Девушка Помните Как Хоровод Танцуют Нет Подожди Если Если мы говорим Про последние вопросы Потому что Светлана Там другое Наши представят Драконы Елена Вот Елена Вот например Много было танцев Много было песен Вот я сейчас Поясню Чтобы не заниматься Вот танец Хоровод Помните Танцуют Танцуют Потом распадаются Но ведь это полностью Иллюстрация хромосомы Этот самый Хоровод Хоть бы как-то За это самое Дракон был Не только просто Что страшный Такой Ну это был ученый Он правда Он очень любил Выпить Вот И он заставил Людей сажать Пшеницу Пшеницу Нам есть нельзя Там очень много Меди У нас Оборот крови Поставлен на обороте Ионов железа Нам железо нужно А он заставил Есть А вот Те американцы Южная там Юкатан Южная Америка Они кукурузу Выращивают Они едят Им надо медь Он их создавал Этих И он им так сказать Создал и сделал медь А нас то создавал Бог бык Он дал Вот как Соловен один Он дал свою кровь А у него кровь На основе железа Понимаете В чем суть Что мы едим Немножко Не те продукты Нам кукурузу Есть нельзя А нам медь Нам вино пить нельзя Это медь Виноград Вытаскивает Медь Высасывает Из почвы Со страшной силой То есть Вот Да А песня Ой лада Гей люлей Значит Ой Лада Понятие Ла До Это Они подходят К какому-то месту Это капище Капище стоит Обычно На том месте Где когда-то Садился Или базировался Древний корабль До это корабль Колокол Ну древний Этот корабль А потом Стало До это Дом Дом молитвы Доом Два О Забыли сейчас Понятие Дом Доом У нас очень много Слов с удвоенными Гласными И вот Девушки приходят Становятся Вокруг этого места В хоровод И начинают петь Ой лада Гей люлей Ой спрятанный Корабль Бога Гей Понятие Гей люлей Это не Гей В том В смысле Которые Сейчас Пропагандируют Дураки Ну в общем Паразиты Это Ге И Понятие Ге И В принципе Гей это Черный огонь Это гниение Тела Я уже Грубо Говорю И Понятие Это действие Понятие действия Ну огня Красное Лули Не люлей А лули Ну люлей Поют Потому что В гортане Под песню Под мелодию Под какую-то Да вот Люли Лули Лули Это Рабыня Чистая То есть Ге И Воскреси Воскреси Чистого Раба Чистую Рабыню У них Не было Там понятия Там ни глаголов Ничего нет Воскреси Это не то Что там Это самое Дай жизнь Примерно так Ну не понятие Дай жизнь Верни жизнь Или что Вот это Это была Такая Просящая Молитва Это Ну моление Такое Там еще Песни В смысле Есть И поговорки Говорят мы Бяки-буки Помните Там Какой-то мультфильм был Ба-ки-бу-ки Это самое Боги земли Быки земли Вот Это Бяки-буки Это боги земли Быки земли Ну быками земли Вот себя Вятичи называют Быками земли Потому что Название нашей территории Булгар Быков Свободных Города И когда сейчас Булгар Говорят что это татары Ну мне просто смешно Потому что Я Ну Это Я же говорил Что например Знать историю О том Как татары Появились Там где Всю жизнь Место занимали Мордва Морийцы Черемисы Ну в общем Черемисы Чуваши И так далее Вот Это Они бы туда Не подошли Потому что Кереметь Их бы всех Лишило голов Или крови Хорошо Вопросов Еще Достаточно Много Время уже Мало Давай дальше Поедем Разбираться Вопрос от Владимира Змытищ Владимир Николаевич Каковы отличия В архитектуре У славян И русских Вот Накатанные Дома Вот эти Рубленные В паз Да Ну вот Русские дома Накатанные В паз Это Славянские Дома Дело в том Что Пока русские Проходили Они либо Строили из камня Либо из глины Из Все вот эти Вот Свои Ну я не знаю В индийской империи Это камень Конечно В Индии Когда они Создали царство Царь Ашока Там строил Города Они строились Из камня Когда они Ушли в Бабылион Бабул Вавилон Они строили Все из Из этой Самана Когда пришли Вот сюда В эту В эту Самую Ну на Территорию Турции Станбул Город Возникал Сразу Они Они уже Пришли Вот Царьград Он возникал Как Царьград Он возникал Как Первое Первоначальное Почему-то Название ему Пишут Новоград Новгород Таких городов Как они приходят Ставят У него пока Название Новгород Ну Новоград 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 А потом уже Дают Царьград Не дали Не дали бы Не дали бы Центру империи Столице империи Новоград Ну не суть Важная Но он назывался Царьград Понятно что Столица империи Каменный Они в первую очередь Выкладывали стену Выкладывалась Одновременно Стена С самого Неприятного Направления А потом Детинец И потом уже дальше Все это самое Ну вы же понимаете Как тогда Строили то долго Не было вот этих Всяких Механизмов И все Но можно было Много собрать Рабов А это подгонка Камня Там технологии Технологии Ведь если они С собой С собой несли Христианство В виде идеологии То там же Жрецы Они Это самое Почему вдруг Смотришь Что русские деревни И в 20 веке Строили И в начале 20 века Дома строили Вот у меня Отец Постоя родился Он поставил Новый дом Деревянный Рубленный Хотя кирпичей Можно было наделать Глины там Невероятное количество Он делал Дома Пятистенник Рубленный Ставил А монастыри Все Из камня Все монастыри Из камня Вот Один из самых Старых монастырей Это монастырь Который Очень любил Иван Грозный Кирилло-Белозерский Монастырь Он же из камня Соловецкий Монастырь Камни Тесаны И затем Значит Либо Чесночным соком Либо Этой самой Извездкой На яйце На яичном белке Вы представляете себе Берешь Галыши Обрубаешь Их Обтесываешь И вот Складываешь Это какая титаническая работа Я имею ввиду Волуны Чтобы камни Не двинулись И вот так вот Потому что это естественный Природный процесс Чесночный сок Например Он проникает Так Соединяет Какие Славянин На дереве Ну а Почему Потому что Было Кругом Дерево Нечего Было И незачем Дом Сгорел Черт с ним Тут соседи Бац-бац Через неделю Стоит Другой Дом Печка Складывалась Из глины Глина была Но дом Деревянный дом Он дышал Зимой Тепло Летом Прохладно Так что Вот Архитектура Понятно Так Не задерживаемся Дальше Еще вопросы Есть Я Гриша Задал вопрос В эфир Поведайте О походе Русских На Европу Который Выведен В официальной Истории Как татара Монгольская Ига Может я Что-то Перепутал Но Е-М Н И-П Это были Разборки Москвы С Новгородом Там И с обеих сторон Была татарская конница И с обеих сторон Русские рати Путин скромно Об этом упомянул По ТВ На третьем канале После чего Как Алишер Усманов Выкупил Карты У Ватикана Это было Путин упомянул Что русские были С обеих сторон Это он Упомянул Мамая Мамаева побоище Дмитрий Донской Мамаева побоище Да Это легендировано Все Там особенно Вот эта Вещь Когда он надел Скажем Броню Не броню А там Одежду Простого ратника И простым ратником Пошел в бой Никогда Так бы не сделал Князь А он вместо себя Значит Потому что Убивает первым Князя Татары Стреляли Из боевых луков Не приведи Господь Боевой лук Вот Они сначала Когда вошли У них были боевые То есть охотничьи луки Прямого натяга Не обратного Но это Кто поймет Поймет У нас Боевые луки Потом уже По индийскому Этому самому У индийцев были Лук это змея Этот самый Вот город Серпух Серпухов Серпуг Это змея Ну лук Лук это змея Вот когда летит стрела Да Змея вот выпустила В смысле Яд Выплюнула Язык вот этот Выбросила И лук сам по себе Напоминает змею Понимаете Там что интересно У змеи есть точка Возле головы Можно нажать И она мгновенно Пшк В палку превращает Ну то есть лук Это змея Она жалит и убивает Так вот Это самое Да Воевали Это действительно Когда они пришли Они сговорились С русскими И они пошли Для того чтобы Захватывать территорию Да Они пошли Забрали Чехословакию Они захватили Вену Они подошли Германии А русские говорят Германцы это наши Они повернули влево Дошли до Франции Там пограбили Но ходить было Там ведь не ходило Скажем 30 тысяч конников Это вообще страшная вещь Может быть 5 Может 5 тысяч уже было Великое войско Для тех времен Представьте себе Все вооруженные Там копьями Пиками И стрелы И все такое И ножи Это жуткая вещь Но то что Русские ходили с ними Это однозначно Вот Там есть Знаменитая Она везде Демонстрируется Как там победитель Где-то в Вене По-моему Такой Цветной витраж В кастеле Значит В храме Значит И когда Голову Князь стоит И убитый Русский Лежит бородатый Русский Лицо русское Все Художник четко Сработал А князь на нем Стоит Победил Но они повернули Возле Адриатического моря Вернулись назад Сюда Они с Батыем Ходили Кто был Сам Хан Баты Тут Трудно Трудно Говорить Тоже точку И не ставим Но был такой Точку не ставим Да Но самое главное Что да Это была гражданская война Они собственно Говорят Они с Новгородом С Новгородом Рассчитывался Иван Третий Потому что Надо было Погасить славян Забрать до конца Это была Последняя линия Сопротивления Новгород И они когда Победили Тот же Иван Третий А потом и Иван Четвертый Они сделали Оба одну и ту же Так сказать Одну и ту же штуку Иван Третий Приказал Полови Треть Новгородцев Собраться и ехать А он только Начал отстраивать В Москву А москвичей Треть Русских Там русские Туда К славянам В Новгород Отправляют Жители С семьями Со всем А Иван Четвертый То же самое Только он Половину Новгородцев Славян Сказал Езжайте В Нижний Новгород Под Казань Туда Жить А туда Собрал Вятичей Всех Русских Под русскими Этими Русские фамилии И выбросил Туда Но Новгород Уже потерял Свою торговую Привилегию Он Сначала Был большим Явлением На Ганзе Понятие Ганза Территория серебра Там ходило Только серебро Не золото Не медь Только серебряные деньги И вот На счет этого Они держали Монополию Это было Очень интересно И очень экономически выгодно Вот Все Новгород потерял А это была дорога Москва Почему выпала Потому что Она держала Волок ламский Понятие лам Это плодородие Ну Плодорождение Такое Раз плодорождение Значит Приносит доход Волк 90 верст Это надо было Постоянно восстанавливать Постоянно охранять И так далее Москва Это Держала Так сказать Вкладывала в это Деньги Но купцам Представьте себе Дорога Охраняемая дорога Которая В пять раз Сокращала путь И надо было Тогда Потому что Она давала Возможность Обойти Пинские болота И вот эту Белорусскую Там Пуща была Белорусская Это вот Пуща Как она Назвала Беловежская Беловежская Да Она же Огромная Была Это Тайга Невозможно Пройти И дороги Только Тропиночки То есть Вот единственная Дорога Прямо на На Любич То есть На этот На Вот я забыл Белорусский город Пепеполоцк И дальше На Любич И все Поэтому Вот Ведь у Куца Время Это самое дорогое Время и деньги Время дороже Пройти было Можно было А там Лошадей держали Пожалуйста Повозки могли Поменять Все что угодно Волок Ламский Вот за него Шла резня Вот за эту Дорогу Кстати Мамай Его купили Генуэзские купцы Там На Черном море Когда уже Это самое Выдвинулись Там евреи Когда их выгнали С Испании С Англии С Испании Им надо было Они там В Италии Пригвоздились Им надо было Захватили Средиземное море Им надо было Искать торговые пути В Персию Там Они нашли А вот По обратным путям Персидские товары Везти назад Платить налоги Зачем они через Москву Могли подняться Вот А все три реки Волга Дон и Днепр Подходили к Москве Сейчас так нет Сейчас каналы А раньше они Подходили к Москве Там Было столько рек Что невозможное дело Там буквально Вот Это самое На Москве отметились Немножко заплатили И дальше Вловать Перетащили По-моему Я не помню Шесть или сколько Это возле Мытищ Мытищи Это мыт Линька сокола На самом деле Мыт Когда сокол В мытих бывает Это слово Полку На самом деле Это такое жаргонное Мыт Мыт собирают Но мыта В Евангелии упомянут Собирают мыт И все И дальше Вот где-то от мытищи Она выходит На Москву реку И В общем ребят Это прямой был Волг Хоть зимой Хоть летом Вы же понимаете Зимой даже лучше Дорога была Река это дорога Трасса Путь Кем Так Ну хорошо Еще у нас есть Несколько вопросов Хорошо бы уже Сегодняшнюю передачу Закончить Потому что Время уже Очень много Итак Итак Елена 777 Вопрос эфир Илья Муромец Служил христианскому царю Или был Береженщиком Из ведунов Нет Перебежчиком Здесь буква Неправильно Перебежчиком Из ведунов Нет Эти вот Мордова Это Были Это очень древний народ Они пережили потоп Как и морийцы Морийцы Это производители Я говорил что они Работали на дракона Они производили Очень Очень Роскошный скот Здоровый Крепкий Со способностями В основном Скота Вот А Мордова Это жрецы смерти Ну то есть Они занимались Ну не все же Понятно что там Если есть один жрец На него работают Пять деревень А умирает там Во всяком случае Он же там родился В этом Муроме Мурома Я имею ввиду этого Илю Муромского Они все Нанимались На службу Князю Вот он говорит В городе Владимир Владимир от Москвы Был выброшен Как форпост Славяне Отходились Отодвигались К Волге Волга Долго служила До Ивана Грозного Вот эта Волга Которая идет От Валдая А потом у Казани Поворачивает вниз Где в нее Впадает Кама Так вот Она идет В широтном направлении Волга Там через Торжов Где-то она проходит Через Тверь Возле Твери Вот это Славяне Славяне отходили То есть Не поддавались И поэтому Был выброшен Форпост В городе Владимир И он вдруг Оказался Ну это уже Все сочинения Христоратников Там во Владимире Митрополит находился И все Звонится Это все было построено При Этот самый Кстати Очень то мало знает Что Борис Годунов 16 городов Он снабдил Церквями Он купил Ему прислал Этот самый Умерла Когда Елизавета Первая Стал Яков Яков Шестой Этот Сын Кожненная Ей Марии Марии Как ее Ну У нее было Она ее 20 лет Держала В замке Вот Ее сын Яков Шестой Он был Король Шотландии Король Она сама Была Мария Как же ее Господи Стюард Королева Франции Королева Нормандии Королева Шотландии Королева Англии Там Она все Имела Ну в общем А Елизавета Обошла все Это самое Но самое Главное Что она Когда умирала Она написала Короткую записку И подпись Свою Эту Так сказать Ну Своё Распоряжение Своё Завещание Сколько Шло Резни Борьбы Чтобы Этого Якова Он был Гой Кстати О птичках Гей Гей Значит Это самое Чтобы его Он слабенький Был здоровым Все такое Прочее Его герцог Букингенский Обслуживал В том отношении С которым я сказал Гей Значит Она сказала Его Выбрать Королем Но Значит С одним Условием Не Восстанавливать Католицизм Господи Они все Хотели Его Выбрать Выбрали Он Яков Первый Был Помните На него Покушение Было И так далее Все Другое Прочее Вот Вот Ну Мне Мне надо Останавливать Да Пулемета На тебя Нет Хоть Ты Дикторев Он Нанимался Это Вот То Что Называлось Варьяк Воин Смерти Они Нанимались И служили И все Я не знаю По крайней мере Сейчас Вот Последнее Издание Современное Лет 5 назад Было Издано Русские Вот эти Богатырские Былины Там За 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 Это Издание Надо Редакторов Выводить На Красную Площадку Рубить Головы Потому что Нельзя Как написано Так и Делай А редактура С библейскими Фамилиями Например Там написано Ты поганый Жидовин На чудовище Там На это Самок На Соловья Разбойник Не на Соловья Разбойника А там Где-то Было А там Ты Татарин Поганый Я Смотрел Выпуски Мне Там Есть Ребята Которые Занимаются Читают Они мне Сколько Показали Ну понятно Ладно Еще два Вопроса Реплики И будем Заканчивать Итак Виталий В эфир Так шумеры Это библейский Народ А библейский Народ С тловянам Не относится Вот такая Реплика От него Прозвучала В чате Шумеры Не библейский Народ Это шумеры Шумерский Народ Это Отдельный Отдельный Мне трудно сказать Это отдельный народ Какой библейский Пять тысяч лет назад Библейского народа Не было Они кстати Все были черномазы Это можно Прочитать В Библии Когда отец Ноя Зашел В свою козью В козий шатер Увидел Родившегося Сына Который Был не черный А красный Он схватил Там Ножей тоже Не было Палку И хотел убить Жену Кое-как Отстояли Говорит Она с богами Не спала С аннунаками Не спала А вот такой Родился Он пошел К своему отцу К деду Ноя То где-то там Он какой-то Енах По-моему Кстати как раз Тот говорит Да Такое может быть Бывает Потому что Вот В общем Твой сын Много сделает Они были Черномазы Они Все выходцы С Африки Это Это сказано В истории Создания Корана В истории Мухаммеда Вот пожалуйста Вашингтон Ирвин Писатель Американский Он прекрасно Все это Описал Я понимаю Я понимаю Почему Виталий Это написал Потому что Очень пересекаются Шумерские И библейские То есть Очень много В Библии Вошло От Шумер От Волонян Те кто были до них Виталий Одну минутку Если Виталий Сейчас вот Украдет Сказку Пушкина Немножко слова Поменяет И издаст Под своей фамилией То это будет уже Это будет уже Не Пушкин Ну я понял Я просто Хочу Чтобы наши радиослушатели Поняли Конву Если внимательно изучить То очень много В первых Особенно Частях Библейских Присутствует Как раз из Шумера Из Вавилона И много чего другого И сказания Там как-то переделаны И так далее Поэтому Если мы говорим О том Что Адама То есть созданный Из земли Да Из глины Да То он же присутствует Как Адам Уже В Библии Но в Библии Если мы Не берем Русский перевод А берем Тот перевод На котором он Написалось То есть То там все-таки Присутствует Не Бог Который создал А Боги И Аллахим То есть Боги Которые создавали Все Потом Они когда Все сделали И создали Людей По образу Подобию Самому То есть Как прародители Выступили И потом Ушли Оставив землю Своим Детям На попечении Сказали Вот вам это для питания А животам Вот это для питания И там Платитесь Разнажать И так далее То потом Уже после этого Вдруг появляется Господь И вот этот Господь Он уже Начинает Для себя Вот этот Закуток Берет На востоке От Эдема Туда все Притаскивает Была Земля Под паром Грубо говоря Возделать ее Не было Некому И вот тогда Он уже Стоит из праха земного То есть Адама Он создает И вот этот Вот как раз Адам Он очень четко Пересекается С тем Что было До библейских Времен И вот Исходя Видимо Из этого Виталий Говорит Что вот Раз И там Из праха земного И здесь Из праха земного Восслужение Господу Для того Чтобы он Как Как это Сейчас Гастарбайтер Гастарбайтеров Нанимает Чтобы они За садом Следили Там Окучивали Деревья Обрезали Опрыскивали Вот так же И был создан Человек Из праха земного В него Вдул Душу И стал Человек Душой Живой И вот Он там Что только Нам с ним Не происходило Вот Адама Это и есть Человек Из глины Из праха земного И там И там Он присутствует Понятие Ад Это то Что приносят На алтарь Богу Это необработан В принципе Более четко Необработанное Золото На подношение Богу Ам Это Женский Половой орган Вот В принципе Что Вкладывается Боги создали Этот самый Бог Энки Тот был Энлиль Дракон Он был Генным инженером Он так сказать Организовывал Все А Бог Бык Он дал Свою кровь И свою сперму Для создания Человека Они смешали В специальной Глиняной Такой Тарелочке Так сказать Посудки Значит В кровь И это самое Что-то туда Еще добавили Такого Божественного Они говорят Замесили И так далее Но вы понимаете Образное Ведь Через 100 тысяч лет Или через 200 тысяч лет Не поймут Зная Как люди Появляются На свет Не поймут Что такое Вот они Говорят Вот они Вылепили Из глины Ничего Они там Слепили Там слепили Это под микроскопом Бластациста Шестидневный Эмбрион Человека Который там Микронные Микронные размеры И вложили Десяти Полубогиням Для того Чтобы они Выносили А потом Начал Там Достаточно Это интересно Библию вообще Читать не буду Она вся украдена Она была На Гриденском соборе 18 лет Тексты Библии Евангелия И Псалтеря Утверждались Что все Все еврейское Это самое Лезло Библия называется Танах Танах Я вот В последней книге Он у меня там Я сейчас буду Ее разворачивать Развертывать Ну что касается Ветхого завета Тора все-таки Танах Это более расширенно Получается Но сейчас мы Ни этого не касаемся Мы просто сейчас Коснулись того Что вот Реплика Виталия Как-то мы ее Сразу подошли Посмотрели И получается Что так или иначе Там есть люди Которые были до Вот этих всех Производств Человека искусственного И сам искусственный человек Который вот В пробирке Как ты проискал Только глина Ты применил слово Но в те времена Может быть Не понимали Что такое Стеклянные пробирки И чашечки Петри Поэтому замешали В глине Вот отсюда Адама И пошло Но ведь до Адама Были другие Вот на это Виталий Видимо И опирается Ну ладно Еще один вопрос От Виталия Мы прочтем Чтобы как-то Уже заканчить передачу В эфир А разве у славян И русских Были кровавые Были кровавые Жертвоприношения А как же заповедь Не приносить Кровавые Жертвоприношения Или я чего-то Не понимаю Они были язычниками Какие Это не убей Боги 7600 лет тому назад Боги и люди Подписали договор Не убей смерть Не укради смерть Не возжелай жены смерть Там еще что-то В общем Здесь 10 заповедей Евангельских Которые вошли Но в Евангелии Да нигде нет наказания Не убей Не укради Это цирк Это фейк Это те кто писали Значит они Сами думаем Мы вот пусть они Так сказать Рабы там Не убьют И те кто верует Это рабы Подставят Правую щеку Пусть они так сказать Не убивают Нет А мы будем убивать Воровать И так далее И нам ничего не будет Потому что не написано Наказание Были жертвоприношения Я еще раз говорю Жертвоприношения были Это в сказках Можно прочитать В эпосах И так далее Но Дело вот в чем Русские Да Они Это самое Жертвоприношение Человеческие Жертвоприношения Ну я не знаю Во всяком случае Это в Индии Где-то в Индии Существовало Я уже не говорю Ладно А славяне У них была Ребята Вещь Честно говоря Она Говорит неприятно Это вот Мы как раз сегодня Сидим на этом месте На этом В эту дату В это время Это же Это же Июнь месяц Как он называется Ивана Купалы Купавон В западных Славян Был Купавон Подходил Говорил ему Свои Так сказать Грехи Все Поджигали Из горки Спускали Вот это называется Красная горка Какие-то прям веселые Славяне топили Потом заменили Утопление человека Утоплением белого коня В 1825 году Еще чуть-чуть Еще бывший живой Александр Второй Это самое По весне Издал своим Собственный указ Указом запретил Топить белых коней Но они уже топили Белых коней Как дар Богу Царю морскому Богу воды Хорошо Все вопросы у нас Здесь Как бы взяты Из чата Все озвучены Заданы И ты дал на них ответы Но на мой взгляд Опять же Здесь я так вот Чисто для себя Я вижу Некую такую Гремучую смесь Когда Ты говоришь Про заповеди Которые были Даны Все-таки Не Моим предкам И не знаю Чем там Они были даны Ну явно Не моим предкам Это были даны Тем, кто Вышли якобы Там из Гипта И которые Кстати Делали Вот Золотого тельца Из золота То есть В большом объеме Откуда-то Рабы золота Наперли Потом Тот Кто их Долго-долго Водил Турпоход Устраивал Он Этого тельца Разрушил Скрижали Им дал Скрижали Как раз Заповеди И были представлены Виталий Все-таки Спрашивал Про более Древние Заповеди Не те Первый раз Это кстати В Библии осталось Это очень хорошо Описано У Джеймса Джо Фрезер Это человек Этнограф У которого Я учился Англичанин Он шотландец Точнее Он не англичанин Он славянин Джеймс Джо Фрезер Золотая ветвь И у него Еще там Мифы Библейские Мифы И сказания Вот Эта книга Если вы ее найдете Вот там Описано Что в Библии Там Первые заповеди Да Которые Как бы он принес Они говорили Не вари козленка В молоке Матери его Не выходи К своим Так сказать Ну Верующим В одеянии Пастуха Ну вот он Днем спасет скот А вечером Он левит Так сказать Жрец А он Выйдет к ним В том же грязном Не выходи И тогда Там 10 заповедей Это все есть Я сейчас Просто долго Буду искать Вот у меня книга Ну понятно Но опять же Это те заповеди Которые Я считаю Что к моему роду Они отношения не имеют Не имеют Это все еврейское Это самое Я Я у меня книга Есть Что Что-то самое Чем занимались Жрецы То есть я Все нашел Собрал И эта книга Кстати Беларусь Ну Название этой Республики Обозначает Дракон Спрятался на Руси То есть Отступало Верование в дракона Вера в быка Наступала А вера в дракона Отступала Вот в Германию В Беларусь Ну вот Название этой республики Беларусь Это не Белая Русь Это дракон Спрятался на Руси Белгород 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 Сербский Это центр Это была столица дракона Там такие подземные На глубине 200-300 метров Подземные города По всему побережью Ребята Ну я просто Я понял тебя Просто уже время вышло Я хочу просто закончить Что вот Иногда я вижу В выступлениях Которые у нас происходят На радио Что такая Гремучая смесь такая получается И отсюда взята И отсюда взята И здесь взята Но Гремучая смесь Почему может получаться Потому что Здесь Кто-то придумал за нас что-то И вброс произошел Ну например Как вот после христианизации Нужно было опорочить Все что было связано С нашей древностью И поэтому нужно было Людей превратить В каких-то Недочеловеков Недочеловеки Это те Которые люди Не ведают Что делают Не ведают Что творят И поэтому Нужно было отобрать У них видовство Знания И навязывалось То самое язычество О котором там везде Что-то писалось Какие-то предрассудки Вводились Какие-то недопонимания Какие-то искаженные Предания И так далее Люди Не ведущие Не понимающие Что они делают Это как раз Вот те Кто описывается В христианских Различных писаниях Как язычники Потому что Ведущий человек От человека Не ведущего Прекрасно знает Что он делает Для чего он делает Если он с богами Общается То он знает Как общается Если он со стихиями Общается То он знает Как он общается Что из этого будет А человек Не ведущий Он повторяет Какие-то слова Повторяет Какие-то действия Костер может разжечь Еще что-то Слова вроде правильные Вроде бы Руки правильно Куда-то там направляет Но при этом Не происходит Той связи Которые ведущий человек может производить, это примерно как профессор, и его сын, профессор, вот он знает уже все, а сын с ним на работу пришел, там, первоклассник, да, и смотрит, папа ходит, что-то там делает, там, на кнопки какие-то нажимает, какие-то ручки дергает, что-то там где-то вылезает, вот он смотрит с раскрытым ртом. Да, он может подойти, маленький мальчик в машине, так же подергать на ручки, так же может за ручки, так же может кнопочки понажимать, так же что-то вылезет, но если профессор это делает с точки зрения, чтобы получить результат, потому что он ведает, что он делает и для чего он делает, то маленький мальчик в лучшем случае будет только повторять то, что делает его ведущий отец, и в этом большая разница. Ведущий отец может в других обстоятельствах для получения другого результата на другие кнопочки нажать, другие ручки подергать, включить другой аппарат. А сын, он только сможет повторить то, что он видел, и будет выходить один и тот же ответ все время. Так что здесь вот мы это можем наблюдать. И в том случае, если мы ссылаемся на писания, которые появились уже после разрушения ведического нашего наследия, ведического нашего образа жизни, то, естественно, вбрасывалось очень много чего. И выдавалось черное за белое, белое за черное, хорошее за плохое, плохое за черное. Были подмены понятий, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому вот я бы очень осторожно, очень осторожно бы опирался на писания, которые были привнесены, ну, мягко скажем, людьми или не понимающими, не понимающими наше наследие, или откровенными врагами нашего наследия. Потому что у них была задача все-таки не развивать нашу древность, наше наследие, а загасить его для того, чтобы превратить в неведающих людей и вместо этого предложить какую-то бы религию, через которую можно было бы управлять невеждами. Вот когда ссылаются на какие-то писания, вышедшие из той среды, а не из нашей среды, из иной среды, то я к этому отношусь всегда очень-очень скептически. И вот там, в этой среде, все время все привязывается так или иначе к одному направлению, отбрасывается все наше и привязывается к этому. То есть вот 10 заповедей, вот это было дано, и не обращают внимания ни доучки, ни умехи или там неведающие, что эти 10 заповедей не нашему народу давались. Они говорят, да-да-да, 10 заповедей, хорошие 10 заповедей надо исполнять. Вот. А то, что были наши заповеди, они даже и в голосе это не могут взять, привязываются вот к этому вот Господу, который потом стал себе делать рабов, который создал в пробирке кого-то, но не берется внимания, что до этого были наследники богов, которым вся земля была дана в управление, в оберег и развитии, что им было дано за вещание плодиться, размножаться и так далее. То есть отбрасывается все ненужное, оставляется только то, что нужно для управления людьми, как рабами, как существами типа биороботов. Вот это меня очень сильно настораживает. Ну ладно, так или иначе, эфир у нас уже подошел к концу, давай как-то подытожим, что-то доброе, хорошее, вечное скажем нашим радиослушателям в конце. Ну я просто хочу предупредить, что вот есть книги, два или три тома, славяно-арийские веды, читать их не надо. Это фейк, это подброс, про который ты говорил. Ничего пока не найдено славянского, я еще раз говорю, ни текстов, ничего. Имена богов, дашь бог там какой-то, там бел бог это, бел бог это, кстати, дракон. Ничего нет. То есть все это было уничтожено. Ну русские пришли, понятно, что надо уничтожать. Уничтожать-то, в общем, было. Но написано было, на чем написать и что написать. И вот это где-то спрятано. Где спрятано, я уже примерно знаю. Не примерно, а с точностью до километра. Это сейчас будем заниматься, это достаточно. Именно славянские, русские уже все известно. Там фактически ничего не надо. Где они прошли, они оставили следы, они умеют это делать. Вот. А это, что называется, славянское, это поле не паханное. Но можно, результат будет оглушительный, я честно скажу. Я же еще говорил, славяне были специалисты по производству домов, пищи, еды, одежды, всего. Орудий производства. Всего. Это можно в славянском языке найти. Вы знаете, вместе с русским, славянский язык, вместе с русским, около 480 тысяч слов, понятий. Словарь насчитывает. Кто-то может это себе назвать. Это английский язык, последний английский словарь, там всего 120 тысяч, хотя они хвастались, что 150. Нет. Английский язык на 80% это арабский язык. Поэтому я говорю, ребята, думайте, сопротивляйтесь, ищите меня чем по голове ударить или там и так далее. Там лобовой вопрос. Но это дело, это движение вперед, а движение – это жизнь. Хорошо, благодарю тебя. Но еще за себя уже в заключение скажу. Все-таки, если ты пришел к выводу тому, что славянского практически ничего неизвестно и не осталось, то в этом случае категорично заявлять о том, что фейк или не фейк, я бы в любом случае не стал, вот даже исходя из того, что ты сказал, что ничего не осталось и неизвестно. И наоборот, я бы призывал, если что-то написано от имени славяна Ариев, так называемых, наоборот, это надо изучить. И изучить очень внимательно для того, чтобы понять, на самом деле это фейк или не фейк. На самом деле сходится у вас или не сходится. И один из показателей – это так называемая ваша генетическая память. Та, которая называется родовая память, родовая связь, родовой канал, кто это называет, хотя слово «канал» мне здесь не очень-очень нравится, ну и так далее. Вот если это фейк, то в этом случае для вас это сразу будет понятно. Если это не фейк, то пользуясь вот этими всеми каналами и связями и так далее, вы, наверное, это определите. Поэтому читайте. Я вот вижу противоположность, да, Владимир Веронидович говорит, не надо, я говорю, надо читать, потому что так или иначе там заявлено очень смело славяно-арийски. А раз так, то давайте это изучать. И хотя сейчас мне могут сказать, что я занимаюсь типа там распространением запрещенной литературы, а ведь Владимир Николаевич, наверное, подтвердит, что у нас очень часто запрещают именно то, что не угодно тем, кто является иными для нашего народа. Тем более я бы обратил внимание на то, а почему она запрещена, а что там такого сказано. Обратил внимание там на заповеди какие-нибудь и сравнил. А эти заповеди к чему ведут? К разрушению все-таки или они ведут к какому-то созиданию? И вот если они ведут к созиданию и восстановлению нашей державности, поднятию славянского духа или русского духа, кому как нравится, или арийского духа, кому как нравится, без ущерба другим народам, то есть чтобы не обвинили в нацизме каком-то, без ущерба другим народам, то в этом случае тем более это надо читать. А обвините на то, что я распространяю, я не распространяю запрещенной литературы, я просто говорю, что это есть. То же самое, как и есть другие книги, которые запрещены, но о них многие говорят в различных передачах. Не буду называть, чтобы уже совсем уж там не дразнить кого-то. Итак, напоминаю, что сегодня у нас 21 июня 2016 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных 31 день месяца ветров 7524 лета, понедельник. Мы говорили в передаче «Кто такие славяне и русские?», главный соведущий, дикториум Владимир Николаевич подробно нам об этом рассказал и свои представления, свои гипотезы, свои наработки выложил, ответил на вопрос, причем вопросы, поступившие из чата, причем иногда отвечал намного более расширенно, нежели чем наверное ожидал задающий этот вопрос. Поэтому передача у нас затянулась подлиннее, чем обычно. Ну, что делать? Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, как говорится, да? Не мог я оборвать на полусловие, Владимир Николаевич. И мне понравилось, когда ты сказал, что вот меня там сейчас могут за какого-то фантаста принять. Уверяю тебя, в чате вот таких выражений еще до того, как ты это сказал, было множество. Так что кто-то тебя принимает за фантаста, кто-то тебя принимает за ученого, кто-то тебя принимает просто даже как за веселого человека и так далее. Эти эпитеты ничего плохого не означают. Я просто к тому, что ты побоялся, что тебя так назовут, а тебе эти эпитеты уже повесили. Ну, ладно, не будем больше затягивать. Итак, кто отмечает старославянские праздники, тех я поздравляю с Днем Числа Бога. Днем Числа Бога.